Добрый вечер, друзья! Ну вы ошиблись, вы ошиблись, я не Артур. Я его брат, его двоюродный брат-близнец Эдгар Пирожков. Эдгар Пирожков? Вот он украл у меня имя из тринги. Что вы несете? Где Артур Пирожков? Дело в том, что Артур отдыхает, он на Майами с челочками. Но он просил действительно поздравить всех челочек Москвы и России с праздником 8 марта. Спасайте программу, все ждут, все женщины ждут Артура Пирожкова. Подождите, Артур передал большой привет и не только привет. Дело в том, что, сейчас объясню ситуацию, у каждого из нас в детстве была мечта иметь очки, надев которые можно было увидеть все. Я имею в виду человека без одежды. Так вот, моя мечта осуществилась. Мне подарил их Артур, он привез их из Турции. Ну что, эксперимент начинается. Вау! Какие вы все молодцы! Ой! Вот этому мужчине коньяк принесите, он замерз. У кого я вижу... Не, не так. У кого я вижу... Странно, здесь здорово, хорошо, а там забавно. Красота и юмор спасут жизнь. Итак... Очень красивые леопардовые стринги. Вместе покупали? Да? Да что вы тут, сговорились все? С такой дубинкой надо в милиции работать. Красивая стрижка. Дам, дам, дам. Очень мило. Не надо так возбужденно снимать. Вы так не закончите программу. Так. Мама разрешает ходить без трусиков? А почему не ходишь? Дорогие друзья, я смотрю, что все вы подготовились к весне. Даже многие из вас уже... Уже в лете. Я хочу пожелать вам от Артура... Любви, а от меня лично, от Эдгара Пирожкова. С, Ч, А, С, Т, Н, Я. Ваш... Эдгар Пирожков! Спасибо, друзья! Спасибо! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый вечер, друзья! Здравствуйте всех с весной! У всех я смотрю хорошее настроение. Здравствуйте! Ну, а поможет мне его испортить... Тимур Каштан-Батрузинов, пожалуйста, под ваши бурные. Мы покажем с Тимуром весеннюю миниатюру, которая называется «На приеме у сексопатолога». АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, заходите в следующий, что ли. Заходите. Весна, у всех сексуальные проблемы. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Да-да-да-да-да-да-да-да. Заходите. Высаживайтесь. Здравствуйте, можно? Конечно, можно. Здравствуйте, доктор. Я сексопатолог, вы пациент. Да. Дело в том, что доктор у меня... Да-да-да. Я Евгений Страдалкин. Здравствуйте. Очень, очень подходит фамилия. Дело в том, что, доктор, у меня проблема. Ну, как проблема, я даже не знаю, как сказать. Это немножко стесняюсь, но я попробую сказать. Договорите уже, говорите. Дело в том, что я испытываю очень сильные оргазмы. Так это же не проблема, тут радоваться нужно. Некоторые не испытывают вообще. Ну да, я согласен с вами, но дело в том, что я испытываю их очень часто. Ну это же тоже очень хорошо, это не проблема. Вот и самое главное, не вовремя, понимаете. Постойте, это вот сейчас только что был он Да, да, да И сейчас тоже Слушайте, ну это очень интересный случай Но нередко я уже с таким сталкивался Я уже сталкивался с этими случаями Было два микро Немножко устал даже Давайте решим эту проблему Значит, сосредоточьтесь Да, хорошо Сосредоточьтесь Хорошо Постарайтесь представить женщину Какую женщину? Ну, какую-нибудь Ну, красивую, например Представили? Да Представили? Ну, так? Никак Вообще без реакции? На самом деле, женщины-то Тут дело не в них Вот оно что Как я сразу-то не догадался Ну, давайте теперь попробуем представить красивого мужчину Да нет, о чем вы говорите Дело не в мужчинах вовсе Не может быть Не может быть Что с вами, доктор? Может быть Я вас не понимаю, доктор Да о чем вы говорите? Какие животные? Вы прям Мне прям обидно Доктор, вы прям Обижаете меня, честно Не животные Да не животные Да подождите Как же я мог подумать О вас так плохо Естественно Конечно же Я понимаю Суть вашей проблемы Значит Попробуйте посмотреть В это Зеркало Ну что ж Совершенно Совершенно Понятный случай Вы Испытываете Оргазм Представляя Себя? Нет же Нет А кого? Зеркало А-а-а-а-а-а Зеркало? А-а-а-а-а Да Зеркало А-а-а-а-а-а Это действительно Редкий случай То есть вы Вы испытываете влечения к зеркалу? А, да. Извините, она вырвалась. Это действительно редкий случай. Давайте попробуем сексуальную антизеркалотерапию. Сядьте, постарайтесь напрячь все мышцы. И там тоже? Там не надо. Единственное, где не надо, только там. Итак, напрягите все мышцы, кроме там. Я буду кое-что сейчас вам говорить, а вы представляете что-нибудь ненужное, ну, например, женщину. Готовы? Да, готовы. Поехали. Зеркало. Хорошо. Зеркало. 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 Ай! Ну что ж, вы сорвались. Сорвались. Ну ничего. Начнем заново. Можно я немножко передохну? У вас сигарета есть? Давайте здесь лучше не останавливать. Давайте продолжим лечение. Да у меня нету сил, доктор. Зеркало. А-а-а! Не обманывайте меня. Издевайтесь-то надо мной. Так, готовьтесь, готовьтесь. Итак, снова напрягли все мышцы и... Да, да. Напрягли. Я готов. Поехали. Гестрее. Зеркало. 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 А вот видите, все получилось. А-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Зеркало. 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 Зеркало, зеркало. Зеркало, зеркало. 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 Все? Зеркало. Все прошло. Ой, как же хорошо. Хорошо, что вы пришли ко мне. Спасибо большое, доктор. Я избавил вас от этого недуга. Я даже не знаю, как вас отблагодарить. Да не надо благодарить. Я просто люблю свою работу. Спасибо, Господи, я избавился от этой проблемы. Спасибо. Я не знаю. Да ничего страшного. Приходите. У меня ничего нет, чем же вам помочь. Да не надо мне ничего помогать. Что вам дать? У меня нет-то ничего. Ну, знаете, что? У меня есть отцовский подарок. Это очень дорогие часы. Это был Александр Рева. И Тимур Каштан-Батрудинов. Спасибо, друзья. Спасибо. Весной. Не надо, не надо аплодировать, не надо. Я и так знаю, что вы любите меня. И так. И хотим, и любим. Ты хочешь. А я и люблю. Правильно. Ну что ж, меня зовут действительно Геннадий. Я иллюзионист в 18-м поколении. Маг, чародей, колдун. Я пришел сегодня не один. Я пришел сегодня с моим помощником. Под ваши бурные аплодисменты встречайте. Игорь. Игорь. Спасибо, Миша. Спасибо. Итак, внимание. Игорь. Это магический, уникальный, волшебный шар. Ну а сейчас Игорь докажет, что он владеет способностями ясновидения. Итак, начинаем. Любые вопросы, пожалуйста. Сколько будет стоить доллар в июле? Сколько будет стоить доллар в июле, Игорь? Доллар будет стоить копейки. А точнее, точнее. Вы упрямый. Игорь, точнее. 250 тысяч копеек. Пожалуйста, любые вопросы. Шар принципиально не отвечает на легкие вопросы. Задавайте то, что вам действительно интересно. Пожалуйста. Когда кончится кризис? Подождите, что? Когда кончится кризис? Когда кончится кризис? Во вторник. Точнее. А? Точнее. Точнее, Игорь. В 13.15. Когда у меня альбом выйдет? Что-что? Когда альбом у меня выйдет? Когда выйдет альбом у этого парня? Шар спрашивает, кто вы. Пожалуйста, напойте что-нибудь из своего в шар. Шар уснул. Потише, пойте. Подождите. Шар говорит, что альбом выйдет, но никуда не войдет. Сейчас, секундочку. Что? Можно я возьму этот шар домой? Шар не хочет быть третьим лишним. Геннадий, можно вопрос? Да. Кем я был в прошлой жизни? Никем, как и сейчас. А мы продолжаем, друзья. Мы продолжаем. Спасибо, Игорь. Игорь, спасибо. Осторожно. Отведите его в туалет. Спасибо. Вы хотите посмотреть номер про бабушек? Пошел вон. Значит, хотите. Ну что, итак, бабушка, два часа ночи. Ох, не спится, что делать, что делать-то, а? Побалуюсь немножко. Куда наберу, туда попаду. Ту-ту-ту-ки-ту-ки-ту-ки-ту-ки-ту. Милиция. Кто это? Это милиция, я слушаю вас. Ух ты. Сразу в милицию. А это бабушка Бэтмен. Не понял. Как не понять? Бэтмен. Борис, Эльвира, Тимур. Моня. Елена. Нострадамус. Не понятно. Перестаньте баловаться, три часа ночи, тут все спят. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Милиция у нас, а? Тоже. Ту-ту-ки-ту-ки-ту-ки-ту. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты Дай мне дурачки. Алло. Кто это? Дед Пехтолин. Че тебе надо, слышь? А это бабушка Бедна. Слышь, бабуля, я сейчас Бедна, я тебе яйца все в холодильнике поразбиваю. Что за люди? Алло, концертный администратор группы Тату слушает. Алло, это бабушка Бэтмен Надя Бабкина, ты что ли? Какая тебе Надя? Я бабушка, супер бабушка Бэтмен Позвоните в цирк Ты-ты-ты-ты-ты Что за люди? Алло! А кто это? Аллошечки! Кто это? Кто-кто? Батюка! Какой? Мой что ли? Президент Беларуси Александр Рыгорович Кто это? Это бабушка Бэтмен Меркель, ты что ли? Анжелка, ты сейчас дуба рухнула 36 ночи, я на тренировку опаздываю Ты-ты-ты-ты-ты Приемная премьер-министра России слушаю Это бабушка Бэтмен Соединяю Добрый вечер Алло Алло, это бабушка Бэтмен Здравствуйте, бабушка Что вы хотели, чем вам помочь? А, может, пенсию поднимите, тыщенок, на 20 Перестаньте баловаться Ты, 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 ты Алло Алло, кто это? Гарик Мартиросян слушает Мартирос Кто это? Это бабушка Бэтмен Рева, ты? Да Перестань баловаться, покажи же еще что-нибудь, люди ждут Спасибо, друзья Я хочу пригласить на эту сцену моих друзей коллектив Джукбокс Подошли Поплодисмент Джукбокс Здравствуйте, ребят Молодой коллектив из Казани Мы даже записали с ними клип Номер называется «На злобу дня» Перед экзаменом в Гнесинку АПЛОДИСМЕНТЫ Чуть-чуть найдем, может Ребята, пацанам, привет Я смотрю, неплохо получается Да и нехорошо тоже, в принципе Так, вода на киселет Слушай, я это Че, поступать? Да? Хотите с первого раза поступить? Я на самом деле там уже был, поэтому так Чувак опытный А вы экзамены сдавали уже? Че говоришь? Вы экзамены сдавали? Ты погромче говори, у меня слух слабенький Вы экзамены сдавали? А, да, сдавал Да не один раз, слышишь Там вообще комиссия, вообще одни старики, серьезно Там дед есть, народник Так, если что не так, так он балайкой похарит сразу Бам, смотри, видишь? Ага, в прошлый раз Или это, пальцы в рояль и все Капец, играй ногами Да мы вообще-то петь собираемся Ну или смычком по губам, какая разница Там, правда, этот есть мужик такой, положительный Армянин Вазген Хагикович Он такой, нормально Я думаю, что вы ему понравитесь, он таких любит Каких таких? Бездарных на зимпатичных Почему это бездарных? Почему это бездарных? А спойте что-нибудь Кирюш, давай Не, ну спойте Слышишь, Ашкарик, подожди А что это у тебя в руках? Что ты сейчас сделал? Это камертон Каким ртом? Камертон А? Это камертон А ну дай сюда Что это за фигня? А, сука Алло Ух ты Прикольно Да, на самом деле она мне не нужна вообще Смотри, то же самое, смотри А, да То же самое Ну давайте, давайте Спойте, спойте Я послушаю Так, достаточно Не, ну херня полная Ладно Вообще Вообще нифига не понятно Там же, говорю, пенсионеры в комиссии сидят Там слова вообще непонятно Тум-така-тупа-тум-пам Это же стихи, правильно? Ты это понял? Тум-така-тупа-тум-па-путата Тум-така-пу-ва-тум-пам-путата Рифма должна быть И вообще Вам что-то не хватает Точнее, кого-то Точнее Меня вам не хватает Сейчас в моде Квартия Серьезно говорю Давайте мы лучше сами Че сами? Че сами? Чайковский говорил, делиться надо Слышишь? Я восьмой год уже поступаю Я здесь все знаю, пацаны Без меня это очень трудно будет Я все нычки здесь знаю Где сортир, где столовая Где сырых яиц достать можно Слышишь, очкарик? Где нотный склад Да? Где барабанная Где контрабас поломатый там стоит Вон там, можно бычки кидать Я тебе говорю, все знаю Сами откуда, пацаны? Мы из Казани Че вы сказали? Из Казани мы Из Казали вы? Что сказали? Погромче можешь? Мы из города Казань А, земляки Я тоже с Украины Правда, из Донецка Че исполняете? В основном свое Да вот это зря На самом деле, там надо проверенные вещи брать Честно Вот я У меня кумир Влад Топалов Вот честно Кстати, я Влад Влад Только он Топалов А я Тупалов Тупалов Двойная фамилия Ту Два Палов Палов Тупалов Победа Как Тупак Как Тупак Че ты сказал? А ну иди сюда Короче, пацаны Жукбокс Это фигня Полная фигня Надо менять нашему квартету название Сейчас очень в моде В названии слова Вставлять иностранные слова Иностранные Вот, например Я предлагаю назваться Три плюс Влад Или нет Влад плюс три Длинновато, да? Согласны? Влад три А нет, лучше Влад Согласны? Квартет Влад Да я даже вижу афишу Иди сюда Иди, очкарик, сюда Становись Становись Здесь, присядь Присядь Квартет Влад Да, я вижу Нет, класс Че, нет? А? Ну че, все Я говорю, споемся Давайте мы лучше сами как-нибудь Слушай, я тебя выгоню Я тебя серьезно говорю Он мне сначала не понравился Так, давайте продолжаем экзамен Следующий, заходите в кабинет Вот, если бы сейчас не было пора Все, я тебя, не знаю Потом поговорим Все, пацаны, собрались Без лажи только Так, давайте следующий Да А здравствуйте Возген Гахикович Тупалов, опять ты? Что на этот раз, Тупалов? Ну вот Что? Я кое-что организовал Опять преступную группировку? Я сейчас в милицию вызову Тупалов, вы срываете нам экзамен Уже который год? Да нет Возген Гахикович На этот раз Я организовал квартет Это мои лучшие ученики Да? Квартет И что поет ваш квартет, Тупалов? Что поет наш квартет? Мы поем А? Мы поем? Ну давайте, начинайте уже Так, Кирюша, ноту Давайте, пацаны Давай Давай 1, 2, 3 Тупалов Вам нужен квартет 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 Возген Квартет Возген Стойте, давайте Тупалов Тимур Каштан Дорогие друзья, невероятная часть Не зашла на меня Выступать на одной сцене С этим человеком Ну что ж Именно у него и учился красоте Да Это так Ну что Мы сейчас покажем миниатюру Очень легкую Наполовину импровизированную Называется она По мотивам сказки Тайны третьей планеты Легкая история Про Алису и ее папу Профессора Селезнева Поехали Алиса Алиса Папа Папа Алиса Папа Смотри Это и есть тот самый космозоопарк Космозоопарк В котором собраны уникальные животные Со всей галактики Папа, я вижу надпись Космотриста Дурочка, это космозоопарк Космозоопарк, конечно Я пойду куплю билеты Девушка, пожалуйста Два билета Один взрослый И один дешевый Спасибо Идем Идем, Алиса Смотри Это самый большой во вселенной слон Посмотри Вон его одна нога Вон вторая Вон третья А вон четвертая нога Папа А что это? Пятая нога? Да, Алиса Это пятая нога Пойдем отсюда Пока слон не положил на нас Эту пятую ногу Посмотри Посмотри Это клетка Это клетка А в клетке Та самая Восьми гигабайтная Плутоневая змея Ее укус Он Парализует человека Будь осторожным Ну, стараемся Ой Ой, что я вижу Это же Сисикака С планеты Дядя Кака Уникальный экземпляр Я таких не встречал Ух ты Да что ж такое Посмотри Алиса Алиса Хватит кривляться Вставай Алиса Вставай Алиса Вставай Ой, посмотри Жук Жук Древесно-плазменный жук Который является Единственным противоязием От укуса Той самой Плутоневой змеи Выплюнь Выплюнь, Алиса Алиса, выплюнь О, скажи Фу Попустила Ой, у тебя даже Вырос хвост Ага Побочный эффект Побочный эффект Ну как 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 тебе в космозо Мне очень нравится, папа Папа Я хочу говруна Хочу говруна Хочу говруна 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 хочу Говруна, говруна Говруна, говруна Как ты мне надоела, Алис Папа Хорошо, хорошо Два говруна и колу, пожалуйста Да И одного говруна без горчицы Спасибо Поиграй Папа Да И еще, пожалуйста 400 капель путинки И вот этот салат с кислыми диодами Спасибо Алиса Алиса Брось Это кольцевидный какашоет Брось Он кусается и не отстирывается Он укусил тебя? Ай Покусал меня Алиса А Алиса Папа, папа Что? Может быть пойдем в комнату смеха? Не надо Там накурено Не надо Пойдем лучше В зодиакальную комнату звезд Там находятся уникальные Гламуроподобные звездоособи Это так интересно, папа Это очень интересно Пойдем Вот сколько их здесь Посмотри Посмотри Ух ты Посмотри какой Знаешь кто это? Кто? Подойдем ближе Это капитан Буран? Это Патлатоголосый качканок С планеты Кляверов Со своим создателем Посмотри Посмотри Вот это уникальный экземпляр Это Шарогрудый Анфисоид А что это такое? Посмотри Какие у нее Большие глаза Ну ладно А вот это Это Враг Качканога Это Стрингоносный Шестохват С планеты Стринг Он питается Какашоидами На Можно я посмотрю на него? Ты знаешь Он не любит Когда на него смотрят бесплатно Пойдем отсюда Кто еще? Здесь у нас Смотри Это Смеш Смеш Это Некая живая биомасса Которая питается виски И издает приятные звуки Иногда ее накрывает Новой волной Ну что Алиса Пора прощаться С нашими друзьями До свидания Наши друзья Пора бороздить Просторы вселенной Тебе Пора в школу А меня ждут Шлюки С планеты эйфории До свидания Друзья мои Продолжаем Тимур Каштанбатрудинов Снова на сцене Камеди Клав Ты готов к экспериментам? Саша Всегда готов Если тем более с бабушкой То с бабушкой я готов на все Итак Друзья Внимание Концептуальная фантасмагория По рассказам Грибоедова Бабушка и дерево Ой-ой-ой Заблудилась я Заблудилась я Уа Уа Ой, дура Их не так же Ау 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 Память уже не та Что же делать Опять я заблудилась Вот раз в неделю Всегда заблужусь В лесу Вот Проголодалась Что же мне покушать Ух ты Грибочек Ау Противно Ой Кто-то ножом нацарапал Мухоморг Смешно Ну так Немножко сытновато Ух ты Кто ты Я Кто ты Кто я Ты Я Дерево Дерево Ты Дерево Я Дерево А какое ты Дерево Я Дуб Ну это Видно А дерево-то Какое А дерево Каштан Ух ты Каштан А ты Какое Дерево Э Ну ты реально Дуб Я не дерево Я Бабушка 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 Ты Ягода Нет Ну хотя нет 45 плюс 45 Баба Ягодка Опять Йоу Слушай Я немножко Подустала Хочу Спать 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 Ну ловись Под меня Я тебя Ветками Накрою Мне походу Уже Накрыло Я никогда С деревом Не разговариваю А я С бабушкой Сейчас Холодно Тем более Асфальт Мокрый Лужи У меня Есть Другое Предложение А что Если В дупло Не пущу А почему Там Белка А может Бельчонок Подвинется Белки Достаточно Поверь А что Мне тогда Делать Посадись Коты Бабка На Сук На Сук Да Ой Трудно Говорить Таким Голосом Почему Белка Замечает Ну хочешь Я достану Белку Не надо Она сама Выйдет Рано или поздно Рано или поздно Ну Тогда я Носок Взберусь Давай лучше На ветку На ветку Да Давай Реально дуб Не пой Я не могу Уснуть А я не пою Это Отрыка Ой Кажется Отпускает А А ну Ой Отпустила Кто вы Я Серый Сержант Милиции Каштанов Ну и накрыла Все бабули Ты что Ко мне на руки Торезешь Что Запот Ко мне Замечай Объемка Бабули Дамы и господа С наступлением весны В Москву приезжает он Любимец женщин Девушек и бабушек Артур Пирожков Артур Пирожков Бэйби Друзья мои Ну а сейчас я Хочу Пригласить на эту сцену Мне нужны две девочки Блонд и Брюн Вот ты Да Ты блонд Я пока еще не пьян Артур Пирожков Ты блонд Под ваши бурные аплодисменты И вот А ты Брюн Или Шатем Потяну как Брюн Так ты Шатем Потяну как Брюн Говорит Итак Сейчас мы Воспроизведем Картинку Сейчас мы покажем Как Артур И телочки Отмечали Новый год Итак 31 декабря 23.45 До нового года 15 минут Где-то в офисе Артура Девочки Танцуем Оу Осталось несколько Каких-то Несколько минут До нового года Я предлагаю Начать наряжать Ёлку Мою ёлку У меня очень большая Пушистая ёлка А? А я буду игрушкой А ты будешь игрушкой И ты будешь игрушкой Эй Аа Ничто не может нам помешать Скоро отметим Новый год Динг-дон Динг-дон Извините, девочки Кажется, пришли еще девочки Дабы вам полегче было Постойте там Мама! Динг-дон Динг-дон Значит, не показалось Извините Ко мне пришел Какой-то динг-дон Добрый вечер Теперь уже не очень Вы обещали мне секс В этом году Осталось 15 минут Где мои 3000 евро? Деньги на надежных руках Деньги работают Лучше бы они отдыхали Со мной В Адлере Я обещал вам секс Будет у вас секс Будет у вас секс Видите за мной две Диалочки Не палите меня Так вот они Стопроцентные Если будете делать Все, что я скажу У вас будет секс До Нового года Да Понятно? Кстати, как они вам? За 3000 Можно было Получше найти Так Да вы привереда? Да А значит так План такой Моя беленькая Ваша темненькая Договорились? Хорошо Потом поменяемся Так Вы привереда Оптимист Сейчас Значит так Сейчас вы подходите К своей темненькой жертве И поправляете Волосы За ушком Вот так Вот видите Работает Я первый Я пошел Привет Привет Привет, малыш Соскучилась? Боже, какой Потрясающий Волосяной покров А чем ты моешь голову? Руками? Забавно Какая бархатная кожа И здесь тоже И здесь Да ты вся в коже Боже Ты мне очень понравилась Потанцуем? Конечно Малышка Пойдем туда Пойдем Идите Ваша очередь Здравствуй, женщина Поправляйте локом Не поцарапайте Лицо Девочка Приглашайте На танец Это Станцуем Приглашайте На медленный танец Я здесь Я здесь Я-то Пошел Так как Спросите А чем-нибудь Сколько Зарабатывай Ну Дурак Что-нибудь Другое А Другое Хочешь Заработать Переходим К комплиментам Боже Боже Какие потрясающие Глаза Будто Озера Боже Это Кстати Озеро Чуть Больше Я с удовольствием Окунулся Я бы в них Покупался Как хорошо Симпатичный Кадык Мой дурак Ну заинтересуйте Ее Ты знаешь Малыш У меня Любимое Число 21 Очко А у меня 42 Очки Вот Я такой Андрей Борис Учитесь Ты знаешь Малыш Я сейчас представил Вот там мы с тобой Потрясающей красоты Две птицы И вдруг Мы споркнули Вверх Я первый залетел За то облако А ты не залетела Договорились Мы кружим Мы кружим Солнце освещает нам путь Радуга помогает нам Мы начинаем кружить Обниматься Целоваться Заниматься Любовью Только ты И я Только я И ты Складно пи***ть Я хочу угостить тебя чем-нибудь Шампанскими Клубникой Хочешь? А нет Лучше Лучше я приготовлю тебе Коктейль Я сам его придумал Он называется Blue Carousel In the Middle of the Night Очень классный Классный Да Предложите что-нибудь А у меня с собой только сосиска А где она? Вот Будешь? Теплая, потому что в кармане лежала С ума сошли Вы всю романтику портите Вы всю романтику портите Подержи сосиску и яйца Спрячьте быстро Спрячьте Идите сюда Переходим к финальной стадии Очкарик Значит так Комнатное гнездышко на Кутозовском А вы? А мы Двухкомнатное, говоришь? А чё, мы тогда тоже к вам Чё нам по вокзалу ходить? Да, вы? Вы не поняли, Андрей Борисович Малыш, иди к папе Иди сюда Мы Едем Ко мне В гнездышко А вы Остаетесь Я тебе Подождите А как же мой секс? Секундочку Малыши Дело в том, что Андрей Борисович Секс не главное В этой жизни Главное Дружба Это и не вам Эти милые неумёхи Ещё не созрели для вас Андрей Борисович Но я думаю Что они будут рады Видеть вас лет через сорок Правда? Ну я тогда Пойду Что-нибудь Почитаю Да? Идите Да что мы Не люди что ли? Что я делаю? Стойте! Стойте! Возьмите! Что это? Это Деньги на такси 50 рублей Ну ничего Не стоит Благодарить меня Завтра вернёте Идите Идите Ваш Но сегодня ваш Артур Пирожков Спасибо, друзья Я люблю вас Спасибо большое Спасибо, девочки Боня и манья Из телевизора Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте Спасибо большое Спасибо большое Приятно Спасибо Меня зовут Антон Юрьев Я исполнитель собственных песен Своих песен И немножко являюсь даже бардом Я, кстати, недавно посетил Грушинский бардовский фестиваль Вы знаете, я немножко разочарован Он полностью коммерцированный Но он достаточно плохой конкурс оказался Там, посмотрите, лауреатом можно стать Только через палатку продюсера Разрешите представиться Лауреат Грушинского фестиваля Бардовской песни Антон Юрьев Спасибо Немножко переживаю Спасибо, волнуюсь Вы знаете, я спою песню Которая называется «Мой лучший друг» Это песня о дружбе Это песня о друзьях, которые умеют дружить И дружбе, которая действительно может оставаться настоящей дружбой Это песня о нас с вами, о вас с нами О нас с нами и о вас с вами О всех нас, о всех вас Вы знаете, дружба никогда не умрет Умрут все, умрут друзья, останется пепел, трупы А дружба никогда, дружба останется всегда Надеюсь, вы меня понимаете лучше, чем я себя понимаю Итак, песня «Мой лучший друг» Да, я совсем забыл сказать Когда-то подошел ко мне отец и сказал Сынок, научись сначала дружить Дружить с самим собой Вот ведь какой был у меня отец Ой, кстати, он звонит, извините Извините Алло, алло, отец Да, ну глаза разуй, там сковородка перед носом на кухне Да, все Пока, люблю Да, вот ведь какой у меня отец Да, с тех пор я дружил два-три раза в день Да, дружил, как показал мне мой отец Отцу деда, деду кто-то в армии Кстати, вполне серьезная информация Сегодня моему деду ровно девяносто лет Представляете, вот несмотря не на то, что Вот девяносто лет человеку Каждое утро, каждое утро в шесть часов утра он встает Мы возле парка живем Не важно, весна, осень, зима Он каждое утро встает в шесть утра Бегает три круга Он делает три круга Представляете, прибегает домой Обливается ледяной водой Мы с бабушкой заиньи Вот ведь какой у меня обалдет Да Вообще не люблю много говорить, но скажу Итак, песня Мой лучший друг Да, совсем забыл сказать, что песню Песню «Мой лучший друг» написал Мой лучший друг Итак Поехали, но сначала песня Ай, извините Палец больной, забыл совсем Извините, пожалуйста Извините, ради бога Сука Как же без стука, как же без стука Я так готовился, песня-то без стука Вообще, в принципе, не очень сильна Давайте так Давайте как будто Представьте, что стук есть Договорились? Договорились Спасибо Песня спасена Спасибо Да что ж такое-то, господи Я обращаюсь к вам, друзья Давайте помогите мне, пожалуйста Давайте вместо стука Сделайте два хлопка Пожалуйста Договорились? Там, где будет стук, два хлопка Давайте порепетируем Два хлопка Умнички, молодцы Молодцы, все такие замечательные Поехали Здорово, мне тоже херня какая-то получается Самое интересное, что я вроде бы не допел, а вы мне уже аплодируете Знаете, нелогично А давайте так Что мы не друзья, что ли Друзья же не стучат Правильно Давайте без стука Давайте так В припеве этой песни Припев этой песни очень простой Там три слова простые Мы любим тебя Договорились? Мы любим тебя Итак Поехали Мы любим тебя Поехали Мы Ну, я слышу Мы любим тебя Все очень просто Еще Мы любим тебя Давайте не будем стадом, ребят Ну, пожалуйста Давайте как-то относиться по-человечески Итак, еще раз Громче, пожалуйста Мы любим тебя Не пойте, девушка, пожалуйста Ну, уходи сейчас в картина Мы Еще раз Не слышу всех Мы Итак Мы любим тебя Мужчина Не Мягче Еще раз Не слышу Мы любим тебя Договорились, да? Это припев Итак Мой Лучший Ну, вы знаете Я ненавижу людей Я их терпеть не могу Они повсюду Они как вы От них пахнет людьми Они такие, как вы Их уже Миллиардов шесть Они входят за мной Они мне дарят цветы Скажите, зачем приперлись сюда? Еще раз Скажите, зачем приперлись сюда? Нет, вы скажите, зачем Продемонстрируйте мне Свои ужасные голоса И Мы любим тебя Давайте еще раз И Мы любим тебя Мою-мою Еще раз Громче Мы любим тебя Еще раз Мы любим тебя Мы любим тебя Спасибо, друзья Спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добрый вечер, друзья Здравствуйте Не слышу себя и вас Не слышу Чуть-чуть слышу Спасибо Ну что, я хочу Пригласить на эту сцену Человека, который поможет мне В этой миниатюре Андрей Рожков Давайте поаплодируем Этому человеку Четырехглазый друг Здравствуйте Итак, мы покажем миниатюру Которая называется Учитель английского языка Эпиграф В кризисное время Обычно люди занимаются Не своим делом Поехали Поехали Да Да, я вас жду Адрес Барвиха 54-5 Бункер номер 6 Да, там ворота С алмазными ставнями Я жду вас прямо сейчас Дин-дон-дин-дон Дон-дон-дин-дин-дин-дон Здравствуйте Это вы мне звонили Значит, вы и есть учитель Английского языка Да, это Да, это Вы утверждаете, что мой трехлетний сын за месяц в совершенстве овладеет английским языком Yes, of course Что вы сказали? Yes, of course Можно по-русски? Я сказал Yes, of course Проходите О, nice Nice Да, это платиновая гримерка Ну что ж Где вы учили язык? За граниейшем Дайте угадаю За границей Yes, за границей А где конкретно? Лондон, может быть, Нью-Йорк? Кишинев Ну и что, в Кишиневе хорошая школа? Да, очень хорошая школа Центральное отопление, три этажа, окна огромные Заканчивают сейчас спортзал, бассейн Супер, всё супер Простите, а что это у вас на руках? Здесь на английском Татуировка? Да, здесь на английском Разрешите? Фуск Оф Всё правильно Моя фамилия Фусков И сколько вы хотите зарабатывать Мистер Фусков? Десять тысяч долларов А вам не кажется, юноша, что десять тысяч долларов в месяц Это нереально? Анриэл? Вы имеете ввиду анриэл? Ну, на английском нереально Нет, не кажется За одно слово я беру один доллар Десять тысяч долларов, десять тысяч слов Это реэл Реэл, реально Где ваш чилдер? Что? Ребёнок где? А Давайте быстрее начнём Быстрее он будет знать англичанский Эээ, английский Сынок Сыночек, иди сюда Ту-ту Ту-ту, Зюза Ту-ту Ту-ту-ту Ту-ту, Зюза Зюза, папа Ту-ту 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 Зюза, пиписька Мой коробкой Сынок Паровозик потом Сейчас ты будешь изучать английский язык Да-да Молодец Ничего себе, киндер А ему точно три года? Да нет, конечно Ему Два и девять Просто аппетит хороший Кушает много Весь В маму Да Такой же бегемот Такой и побить может А я бы на вашем месте не смеялся Уверяю вас, может Ну, хорошо Хорошо Молодец Молодец Да Вы можете идти Через месяц увидимся Ребенок будет знать Абсолютно в совершенстве Английский язык Да Все правильно Вы не волнуйтесь Сейчас, сегодня мы разучим Первые пятьсот слов I love you Guten tag И так далее Идите Все будет в порядке Не волнуйтесь Хорошо Постойте Я услышал Guten tag По-моему, это по-немецки А вы думаете, я только английский знаю? Я же говорю, школа хорошая Да Идите Не волнуйтесь Все будет в порядке Да, совсем забыл Сегодня мы разучим первые пятьсот слов Так что с вас ровно семьсот долларов Подождите Вы сказали одно слово Один доллар Дело в том, что мы сегодня разучим несколько дорогих слов Хорошо Все в порядке Все будет нормально Не переживайте Держите ваши деньги Да Отлично Найс Идите Сынок Что ты делаешь? Перестань грызть ногти Ну что ж Хорошо Я пойду Да, идите Занимайтесь Да, идите Мне пора в министерство Хорошо, идите Начнем урок Значит так Как тебя зовут? Как есть твой нейм? Нейм Петя Петя Ну, Петя Питер 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 Ну, это на голландском Петя Значит Скажи, пожалуйста В доме Есть еще вот такая вот бумага? Сейчас времена такие Что это ничего не значит практически Понимаешь? Это мюсер 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 Давай поможем нашим родителям Убраться Сделать генеральную уборку Клин Чистота Чистота Клин Окей? Окей? Ты меня понимаешь? Договорились? Окей? Итак, давай Давай разучим Мами Мами Деньги Маня Ну, маня Мами Мами Деньги Мами Деньги Где лежат деньги? Не повторяй Я говорю, отвечай Где лежат деньги? Где лежат мами Деньги Ты понимаешь? Это же все очень просто Знаешь, кто я? Питер Нет, не Питер Это неправильно Я пропер Мистер пропер Веселей Обчистит квартиру В два раза быстрее Мистер пропер Смотришь рекламу Это я А если ты скажешь Где мама прячет бусики Я дам тебе мороженое Все очень честно Все по правде Барсетку забыл Футбол 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 А ксерокс 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 Дюрекс Резина Дюрекс Резина Дюрекс Резина Молодец Молодец Я смотрю, вы подружились Ну ладно Занимайтесь, я пошел Мне в министерство Конечно, у нас все в порядке Значит так Дюрекс Что-то за Продолжим урок Продолжим урок Значит Все очень просто Я тебе мороженое Айскрим Мороженое Айскрим А ты мне Information about money Скажешь, где лежат деньги Я дам тебе даже пирожное Если ты скажешь Пироженц Пироженцы Если ты скажешь, где мама хранит Колечки Golden колечки На пальчик Колечки Information about money Плохо Папа Вас About Вот это неправильно Это неправильно Это нехорошо Послушай Давай дружить Я твой друг Френд Френд Слышишь? Ты меня слышишь? Френд Значит так Давай жить в мире Мир Peace Мир Peace Или смерть Death Death Выбирай Мир Peace Или смерть Death Дядя Вам Peace Death Ты что, мне угрожаешь Или что? А? Ты мне угрожаешь? Малой Значит так Ты мне сейчас говоришь Где лежат деньги Где лежат деньги И я тебе даю много мороженого И айскрима Договорились? Ты понял меня или нет? Слышишь? Папа Папа Что случилось? Да где эта долбаная барсетка? У нас все в порядке Футбол Вы уже закончили, да? Малыш Малыш Так вот оно что Что он вам сказал Мой сын все рассказал мне Вы голландский Петя Пришли нас ограбить Значит так Я сейчас Досвою свой гигантский дюрекс И начинаю вас До тех пор Пока вам не наступит Полный Мир Смерть Сынок Поищи барсетку А мы с дяденькой Пойдем в гараж Оправдаем Его фамилию Павить Мистер Фусков Ноу Нет Ноу Нет Нет Не ноу Ноу Сейчас Мистер Фусков Веселее буду вас Дворяда Малыш Здравствуйте Ли ¿ Ли Крученко Мы Ли И Ли Ли Он Говор Il z Здравствуйте! Доброй ночи, друзья! Здравствуйте! Здравствуйте, Александр! Здравствуйте! Можно подержать вашу красивую руку. Нормально, все хорошо. Ну что, сразу к делу, да? Андрей Аверин! Андрей Аверин, давайте, сразу к делу. Добрый вечер! Андрей Аверин, спасибо. Итак, спецподразделение «Классные ребята» на спецзадание. Пожалуйста. Моя! Так, все, принимаю решение. Я связываюсь с нашими по рации. Говнюк, я красавец, я красавец, говнюк. Ответь! Я не говнюк. Я не говнюк, я красавец. Говнюк, говнюк. Как вы? У нас все нормально, говнюк. Говнюк, все нормально, без обид. Слышишь, говнюк? Я красавец, у нас все в порядке. Мы на спецзадание. На спецзадание. Ответь. Я не говнюк, слышишь? Я не говнюк, слышишь, говнюк? Как дела у вас, что? У нас все в порядке, говнюк, без обид. Я прошу тебя, говнюк, без обид. Я красавец, я красавец, у нас все в порядке. Идем на спецзадание, на спецзадание. Конец связи. Сам конец связи. Худыш, пойдешь на спецзадание. Я не пойду. А кто пойдет? Он посидел. Отставить? Может и пойдет. Морщинка. Не говнюк, пойдешь на спецзадание. А можно я вам лучше анекдот расскажу? Не время сейчас, морщинка, не время. Принимаю решение. На спецзадание пойдет. Эники, беники, ели вареники. Пойдешь ты. Есть. Да хватит есть. Все время думаешь о еде. Значит так, зайдешь в деревню, запоминай. Босиком не ходи, там могут быть мины. Так. И самое главное спецзадание. Возьмешь языка. Понял. А гарнир какой брать? Да хватит тебе думать о еде. Так. Все. Значит так. Морщинка. Что ты на спецзадание вырядился так, а? Тебе за 20 верст видать. Товарищ командир, у меня свадьба. Отпустите меня, а? У меня там жена, молодая, теща, гости, баянисты. Все проплачено. Ну пожалуйста. Да ладно уже, хватит. Что, я не человек что ли? Спасибо. Оставайся. Слушайте, тихо. Тихо. Дай нашим знак. Знак. Сумасушен что ли? Дай сигнал нашим. Знак. Знак. Что это? Это еж. Долбоеж. Что за команда? Учитесь. Учитесь. Это все твой еж. Морщинка, слушай приказание. Уничтожить ИПЗ. ИПЗ? Что это? Источник постороннего звука. Ну это же просто птичка. Это ИПЗ. В армии нет птичек. Нет гусеничек. Везде ИПЗ. На, бери пистолет, стреляй. Стреляй. Да не могу. Не надо. Я не могу. Да не волнуйся ты. Сделай это тихо. Тебе нужен глушитель. Сейчас. Сейчас. Стреляй. Что? Не той стороной. Стреляй. Все нормально. ИПЗ уничтожен. Что с тобой? Что с тобой? Ты ранен? Нет. Я хочу пипить. Ты с ума сошел? Я же сказал. Неделю не пить. Нам нельзя оставлять следов. Мы спецназ. Так. Флягу давай. Есть фляга? Есть, но она полная. Отставить. Что это? Я же сказал, она уже полная. Иди проверь худыш. Есть. Тише. Ой. О, нога. Что это было? Похоже, кто-то поел. Явно не худыш. Старожилы поговаривают, в этих лесах снежный человек бродит. Старожилы? Да. Надо проверить. А ну-ка дай автомат. Иди, проверь. А что это? Иди, иди, говорю. Иди. Ну, командир. Это уже мне команда дебилов. Что там морщинка? Ничего. Да как ничего? Ты же ходил куда-то. Что там? Да так, ничего. Обычный лес. Ну, сходи еще раз. Проверь. Ни одного раза хватило. Насмотрелся уж. Вам надо, вы идите, смотрите. На обычный лес. Тоже мне трусники все. Тоже мне слаботня. Морщинка, сука. Чуть повыше. Там вот так. Ну, что там? Уходить надо. Худо здесь и больно. А как же худыш? Не худыш он вовсе. Обглодыш он. А я в другом смысле. А вдруг худыш жив остался? А вдруг он все видел? Что видел? Ну, обычный лес. Обычный лес, говоришь? У меня был он немножко необычен. Ну, ладно. Худыша я беру на себя. Худы! 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 Только любят! Худы! 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 Добрый вечер! Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! 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 Лыси! Здравствуйте все! Я решил сделать такой полуимпровизированный номер. Поэтому под ваши бурные аплодисменты можно пригласить вас Сергей Тарзан. Самый красивый человек приглашает на сцену самого красивого человека. Вы не умеете ходить? Извините, проходите. Здравствуйте! Боже мой, смотрите, Рева все-таки красивее! С природой не поспоришь, да? Здравствуйте, Сергей! Очень хотелось давно показать что-то с вами. Показать со мной? Показать что-то с вами, да. Но, да, вы знаете что? Вы просто здесь стойте, вот здесь, хорошо? Прямо тут, пожалуйста. В принципе, говорить ничего не надо. Если хотите, я дам микрофон вам, чтобы было все по-честному. Да, принесите, принесите микрофон. Я лечу уже с микрофоном в руках. Друзья. Сейчас будет немного некрасиво на сцене, на секунду. Картинка испорчена. Картинка испорчена. Так. Миниатюра «Кентавр на полянке». Сергей, держитесь, мы с вами. Ахо-хо-хо-хой! Как хорошо! Хорошо да как! Наконец-то к нам в лес пришло солнышко, солнышко, лето. Ээээ, тепло да как! Кто ты? Ты новенький? А где твоя жопа? Обрезанный кентавр! Пегасики, все сюда! Пегасы, грифоны, все сюда! Смешно-то как! А как же ты ищешь приключения? Я каждый день нахожу до трех приключений в день! Вам повезло, сын, да! Подожди, подожди! Так ты кентавр или нет? Послушай, сделай вот так! Сделай! Ты точно не кентавр! Ты слюнобрызг! Подожди, подожди! Послушай! А ну, подожди! А ну! Все должно быть по-честному! Подожди! Мне кажется, ты кентавр! Давай, давай! Я! Давай, давай! Быстро! Быстро, быстро! Ну! Давай, давай! Ну, девочки, держите! Боже, как стыдно! Боже, как стыдно! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Зато у меня есть жопа! Да, сын! Как тебя зовут? Эээ... Ну, типа Тарзан! А? Да ты что! Загораю, солнце! Устала, малышка, ничего. Как ты сказал, как ты сказал, тебя зовут? Тарзан. Какое интересное дурацкое имя. Тарзан, ты армянин? Да. Да, как здорово. А чем ты занимаешься? Я стриптизер. Ты что, ты стриптизер? Без жопы, без жопы стриптизер! Эй! Без жопы стриптизер! Это уникальный случай! По всей видимости, я недорогой стриптизер. Ну я помогу тебе, слышишь? Я помогу. У меня есть связи в лесной полиции. Алло. На жопном складе. Да. Молодец. Алло. С кем я говорю? Это кентавра Валера. С кем я говорю? Ёж Олег? Привет, Олег. Подожди. Олег, слушай. Тут надо помочь моему другу. Да. Да. От него сбежала вторая половинка. Да не та половинка. Та половинка, у которой тоже две половинки. Да. Пожалуйста, найди, дружище. Ежище, найди. С меня яблоко. Все. Давай, пока. Все нормально. Мои друзья помогут тебе. Давно хотел спросить тебя. А-а-а. Подожди, подожди. Подожди. Слушай, малышка. Нет. Подожди. Устала? А-а-а. 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 Попеныш мой устал. Иди погуляй на полянке. Иди. Иди. Попасись там. Да. На холодное не садись. А-а-а. И проветрись там. А-а-а. Я помогу тебе. Действительно. Слышишь? Ее найдут. Все будет в порядке. Слышишь? А-а-а. Подожди, подожди. Кажется, звонят. Алло. Что? Нашлась. Нашлась. Слышишь? Поздравляю. В горах бегала. Цветы нюхала. А-а-а. Все нормально. Ну, ведите ее сюда. Ведите ее сюда. Романтично. Молодец, малыш. А? Не надо, не надо. Ну? Отлично. Узнаете друг друга? Узнаем. Какой ты непропорциональный. Бедра-то больше, чем плечи. Вот оно что. Ну, знакомьтесь. Это наш стандарт. Соединяйтесь. Слышишь? Ну, под ваши бурные аплодисменты. Они нашли друг друга. Позабытые ощущения. Вспоминай. Позабытые ощущения. Да тут слепой не промокнется. Эй! Подожди, подожди. Теперь ты настоящий кентавр. И дорогой стриптизер. Теперь ты дорогой. А тогда ты был дешевый. Половинка. Естественно, в два раза меньше, чем я. Пойдем, я познакомлю тебя с Пегасихой. Знаешь, сколько она зелени в твои трусы засунет? Ты что, погнали. Спасибо, друзья. До свидания. Такие-то трусы, да, конечно. Александр А. Грева. Отдеви. Сергей Глушко, Дмитрий Грустаев и Андрей Айерин. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер, друзья. Спасибо большое. Здесь сегодня сидит легендарный ведущий популярной программы «Кто хочет стать миллионером» Дмитрий Дибров. Предлагаю ему поаплодировать. И я приглашаю его на сцену, пожалуйста. Под ваши бурные аплодисменты выходите. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер, друзья. Итак, миниатюра на программе «Кто хочет стать миллионером» с Дмитрием Дибровым. Поехали. Добрый вечер, дорогие друзья. У нас в гостях пенсионерка из Трущоб. В том смысле, что у нас в гостях пенсионерка из села Трущобы. Александра Кузьмична, можно я буду назвать вас Баб Шура? Валяй, но... Так, значит, вы приехали специально за тем, чтобы выиграть 3 миллиона рублей. Нет, б***ь, на тебя посмотреть, красавцы приехали. Тут написано в вашей анкете, что вы доярка. Да, а чё нет? Доярка. Чё удивительного? Вот если б ты был дояркой, вот это было бы удивительно. Я это, как бы... Я слышала, жена у нас в деревне, говорят, что ты пародист, да? Это путаница. Предыдущий ведущий был пародистом. Нет, ну а я чё, слабо, что ли, спародировать меня, красавицу? Вот, например... Взрослый человек, а? Ты добата какая. Хорошо. Тогда, значит, первый вопрос. На 500 рублей. Всего-на-всего пятихатка. Чё-то маловато. Я сюда пёрлась, гораздо больше потратила. Соточку накинь, красава. Целиком и полностью это зависит от интенсивной работы вашего интеллекта. Так, чтобы расширить ликвидность и валентность этого шоу среди релевентных рецепиентов, в частности... А с кем ты сейчас разговаривала? Итак, первый вопрос. Что, по-вашему, является, Александра Кузьминична, обувью футболиста? А. Футболки Б. Бутцы Ц. Чешки И. Д. Шиповки Легкодня А. Футболки Окончательный ответ? Может, подумаете? Ну, а чё тут думать? Футболки... Футболисты носят футболки. Правильно? Футболисты в футболке. Футболки. Ну, правильно? Футболисты в футболке. У чехов чешки. У шиповника шиповки. Ну, тут... Ну, и бутцы. Не ругайся, слышишь? Ты же взрослый парень. И бутцы. Конечно. Ну, хорошо. Я не имел в виду оскорбить вашу нравственность. Я просто хотел спросить, а кто ж тогда, по-вашему, Александр Кузьминичн, голубушка, носит бутцы? Бутцы. Бутцы. Бутцы носят, это... аборигены. Какие, мадам, аборигены? Ну, бутцы. Бутцы носят аборигены. С ракушками. Нет? У вас есть три подсказки. Мы можем убрать два варианта. Так. 50 на 50. У нас также есть звонок другу и есть помощь зала. Люди добрые, помогите. Ну, помогите. Там, а, эти, как... Бабушка, это делается так. Дорогие друзья, возьмите, пожалуйста, пультики и нажмите такую кнопку на вашем пульте, которая, по-вашему, соответствует верному ответу. Что за фигня? Я тоже хочу пультик. Ну, а что, у них есть, у меня нет. Итак, голосование закончено. Как видите, 100% собравшихся в зале за вариант Б. Бутцы. Да и что, сговорились все против меня? Да я же говорю аборигену. Нет, не верю я им. Мадам, все-таки 100% Б. Бутцы. Ну, Бутцы так Б. Бутцы. Итак, ответ Б. Бутцы приносит Александре Клажминовичу первую сумму, 500 рублей. Поздравляем вас. И мы переходим к следующему вопросу. Вопрос номер два. Так. Так, 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 так. Прошу вас сосредоточиться. Давай, 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 давай. Большой подсвечник называется. А. Квакозябр. Так. Б. Квакалябр. С. Канделябр Д. Канделаки Не знаю Вот что, Александр Кузьминович Я напоминаю, что у вас еще есть подсказки Я бы на вашем месте воспользовался ими А что у нас осталось? Можно позвонить другу Но у меня нет друзей Как это так? Почему? У всех есть друзей? Ну ты с мое поживи, и у тебя не будет У вас есть родственники Александра Кузьминовича? У меня внучара есть Давайте, можно позвонить внуку? Как его зовут? Кому звоним? Его зовут Сережа Он учится в Московском государственном университете Он у меня красава Не сомневаюсь, дядя Вас Ту-ти-ту-ти-ту-ти-ту-ти-ту-ти-та-ту Ту-ть Ту-ть Внучуня, возьми телефон Помоги бабушке, внук Ту-ть Сережа, здравствуйте Алло Здравствуйте, Сережа Это программа Кто хочет стать миллионером Ее ведущий Дмитрий Дмитров Поможете бабушке? Алло, так кто я? Сергей, это программа Кто хочет стать миллионером Я ее ведущий Дмитрий Дмитров Поможете бабушке? Алло, так кто я? Сережа, здравствуйте Это программа Кто хочет стать миллионером Я ее ведущий бабушка Поможете бабушке? Можете бабушку? Алло! Пожалуйста, господа, разбирайте сами, у вас 30 секунд. Ага. Внучара, слушай, угомони, слышишь? Значит, всё очень просто. Это что такое подсвечник? А-ква-казябр, Б-ква-казябр, Лябр, Ц-канделябр и Д-канделаки. Это кто, Алло? Алло, кто это? Ты в своём уме, Серёжа, ты выучил уроки, слышишь? А я знаю ответ. Какой? Кваказябр. Сам-то-ква-казябр. На вашем месте, если вы не против того, чтобы я высказал своё мнение, я бы не стал доверять вот этому внуку. У нас осталась подсказка? У нас есть ещё 50 на 50. Мы можем убрать два неверных варианта. Да? Кваказябр, б***я, буду! У вас как-нибудь отключается аппаратура? Хорошо. Пусть убирает. Пусть убирает. Уберите, пожалуйста, два заведомо неверных варианта. Итак, у вас осталось два варианта. А. Кваказябр, за который так радовал ваш внук. Ну и всё-таки Б. Канделябр, Александр Кузьминична. А пусть уговорите компьютеру брать ещё один неверный ответ. Бабуля, это не формат. Вам придётся выбирать из двух вариантов. Я принимаю решение. А. Кваказябр, внучара. Какое счастье констатировать. Ответ неверный. Правильный ответ, Александр Кузьминична. Канделябр. Как же, как же. Люди добрые. Я же сюда добиралась. Чёрт знает откуда. Слушай, до меня... Такова жестокая игра. Да если честно, слышь, ты вырядился, женишок. Слышишь? Я говорю, если честно, для меня-то игра совсем не важна. Для меня важно... Бабки для меня важны. Я говорю, бабки, отдай бабки. Слышишь ты? Отдай, говорю. Отдай, дай верни. Нет, теперь не надо. Я говорю, отдай бабки, слышишь ты? Отдай. Выходи за меня. Я говорю, выходи. Я знаю, что. Бабки. А какова судьба бабок, мы узнаем только после рекламы. Историю, которую мы вам покажем, она про бабушку-целительницу, знахарку, бабушку-шуру и её пациента Егорку. Итак, наши дни. Село Красные Гланды. Воспалённого района. Четыре часа дня. Вяжу, 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 а толку никакого. Фигня какая-то, надо будет нитки и спицы купить. Фигня какая-то, надо будет нитки и спицы купить. Да, я говорила, принимать внутрь, но не говорила, пить. Да, всё, давайте, принимайте внутрь. Да, я слышу, всё, пока, пока. Ну, тоже мне, как можно так? Тук-тук-тук! Входи, шутник, дверь всё равно отсутствует. Здравствуйте! Добрейший вечерочек. Ээээ... А в доте Микулишна? Зинаида Кузьминишна. Значит, я по адресу. Да, откуда пароль знаешь? Так это мне Александр Павлович про вас рассказал. Знаете такого, помните? Знаю, помню, да. Ну? Кстати, он говорил, что очень помогли ему ваши советы, все ваши рецепты очень помогли. Царство ему небесное. Как небесное? Я же ему помогла, я же ему сказала мёдом намазаться и ходить на природу, так сказать, дышать воздухом. Ну, так он, собственно говоря, так и сделал, намазался и в лес пошёл. Ну? Медведи залезали до смерти. Ой, судебейношка. Лезали на исход. Вот бы мне кто-нибудь. Ну, ладно, слушай. Ну, а звать-то величай, как тебе? Егорка. Егорка? Да. Мышь тебе в норку. Смешно. Шутите? Попа и тесто крутите. Что же, бабушка, с ним... Да не кручинься, это просто с детства увлекаюсь поэзией. Ага. Вот скажи, экономика. Экономика? Отсоси узлоника. Бабушка, ну что же, ну вы же взрослая женщина, бабушка. А вот ещё есть хорошая рифма. Скажи, Антон. Антон. Не скажу. Яйца греешь на пляжу? Бабушка, бабушка. Эй! Ситата. Could it be a one-on-one fire? Эй, эй! Да заскидишь ты! Хотя хороший трек. Алё, а кто это? Да? А, да... Ну? И что, по дорожникам пробовали? Да? Хорошо? А лопухом? Ну, помогло? Ну вот, теперь переходите на туалетную бумагу. Да? Всё, давайте, не надо. Ну что, перейдём, так сказать, к работе? Эй, да, бабушка. Зачем ты, Егорка, ко мне, так сказать, пожаловал? В общем, я нервничаю. Мой, мой недуг, он такой, знаете, его вслух-то громко не скажешь. Можно я вам на ушко нашепчу? Ну, конечно, я никому не скажу. Не стоит! Ха-ха-ха-ха! Не стоит! Да что же вы кричите, бабушка? Ну, стены же тонкие, люди услышат. Как же я на улицу потом выйду? Как же моя репутация? Ну, а что, здесь кричать надо? Что? Да ладно, не переживай. Смотри лучше в окно, какая погода стоит. А у кого-то не стоит! Бабушка, ну что же ты, бабушка? Ну, не переживай. Всё, помогу тебе. Помоги уж, бабушка. Помогу. Помоги. Слушай, ты кем работаешь? Трудишься где? Работаю, бабушка, в банке. Ух ты! Ну, я сразу хочу предупредить. Я с безналичкой не работаю. Беру только в евро. А ты куда подумал? Хе-хе-хе! Шучу. Вот. Слушай, вот цветочек. Поставь, пожалуйста, в вазочку. Ой! Чё, не стоит, да? Да бабушка, ну что же вы, а? Ну ладно, чё ты это приставил. Есть у меня мазь, одна мазь волшебная. Волшебная, это хорошо. Она поможет тебе. Возьми мазь, намажешь своего парня. Извините, но меня парни не интересуют. Не перебивать. Намажешь своего красавца. И намажешь, пусть хорошо, так сказать, мазь застынет. И действуй! Это мазь до секса. А после? А после вот тебе молоток изубила, снимешь мазь. Бабушка, да что ж ты застрелся? Ну, взрослая же женщина. У меня проблема, а вы мне долото дозубила. Ну, чё ты это? Эй! Ситана! Курабия, вот не файл! Эй, эй! Ситана! Тихо ты! Алло? Алло, кто это? Ой, из налоговой. Из налоговой. Да, хорошо. Да. Ха-хорошо. Да. Всё? Пописайте теперь на тряпочку и три раза прикладывайте в день, да? Ну, не к документам же, конечно. Да? Всё? Надо будет вибратор на телефон под... Эй, телефон на вибратор под... Эй, на вибрацию. Ну, хорошо. Ну, что? А это хорошо, мазь не подходит. Да. Представь тогда, что я красивая женщина. Не получается. Не получается. Пацаны, что же делать? Как же тебе помочь? Эй! Да сколько можно? Курабия, вот не файл! Эй, эй! Я считаю! Алло, что такое? Что случилось? Что такое? Ноги отказали? Ну, приходите, посмотрим, да? Эй! Что с тобой? Курабия, вот не файл! Парк, хороший трек всё-таки. Алло, что случилось? Что такое? Ухо распухло. Ну, ну, приходите, покажите. Не можете выйти из квартиры, ухо мешает. Ну, и на ухо вы мне такое нужны. Ладно, всё. Хорошо, я помогу тебе. Помогу тебе. Я обладаю целительным даром. Раз, два, три. Ну? Нет, бабушка, не получается. Чё, и 4, 5, 6 тоже нет? Не получается. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 5, 6, 8, 5, 6, 8, 5, 6, 8, 6, 9, 10. Кимур Батюкин. Александр Охрева. Александр Охрева. Мы не договаривались, что ты так будешь делать. Я думал, все поспокойнее будет. Я в руль пошел, давай, поехали. Мне держать тяжело. Встреча одноклассников. Я сейчас прислал реальную картину. Поехали. Первый пошел. Ай! Разговаривать с ним, да? Хорошо. Мужчина, можете потише? Я не могу сконцентрироваться. Пожалуйста. Я говорю, потише делайте. Подождите. А ну сделайте еще раз вот так, как вы делали. Володя, ты? Сенька. Володя. Сенька. Вова. Сенька, ты что? Володь, ты? Вова. Вова. Сенька. Вова. Сенька. Вова, пойдем вот здесь вот. Да. Вова. Сенька, сколько лет? Сколько лет, сколько зим? Володя, Володя. Сенька. Володька. Да ты ж мой родной человек. Да ты ж мой. Да какой ты стал? Ты мой родной. Какой ты стал, лолой? Ребя, Вова, выросся как, возмужал. Слушай, вообще похорошел, костюм, костюм. С ума сойти, Сенька, ну ты даешь. Как дела? Нормально, нормально, все нормально идет. Все хорошо по жизни. Я сейчас в группе пою, в группе пою. В группе? Да, группа парня называется. Может быть слышал, самая моя, моя, ну и так далее, помнишь? Да давай к нам, к нам четвертым. У нас один проворовался, там телефоны поворовал вообще, все же гримерки, давай к нам четвертым пойдешь в группу. Сенька, да нет, я петь не умею. Я же говорю, давай к нам. Я тебе говорю, ну а что ты? У нас хорошая группа, парни. Не, Сенька, нормально, я устроен. Ты-то как? Я вообще отлично. Как? Работаю на огромную компанию финансовую. Финансовый магнат. Да ты что? Я, да, я кассу держу, держу кассу. Да ладно? Я, да, серьезная компания во всем мире, во всем мире. Ты занимаешься финансами? Крепко стою на ногах. Да ты что? Весь день свободная касса, кричу. Да ты что? Да ты что? Ты же всегда об этом мечтал. Смотрящий по финансам, да. Слушай, вспомни, вспомни наш класс. Ты вспомни Валера Гной, Сережа Жижа. Хорошие ребята, да. Вспомни, хорошие ребята. Наташка Сколио, вспомни. Наташка Сколио, вспомни. А что Наташка, где она? Да сейчас она в Мариинке. В Мариинке сейчас в этом, в балете. В балете? Квазимонду играет какую-то там. Нормально все, нашла себя, нашла себя. Молодец, молодец, девочка, хорошо. Такой класс был. Ой, помнишь этого о Галиле Викторовне? Галя Викторовна, Галя Викторовна. Беологичка наша. А, да, беологичка. Да, помню, ну. Что она там? Она еще опыты ставила над животными. Ну. Два дня назад кошки съели. Помнишь, как мы на уроке физкультуры в спортзале банку ртути разбили, помнишь? Ага. Всех потом заставили в сапогах бегать. Не знаю, я после этого половину ребят не видел. Да, да. Раскидала нас, раскидала по стране. А помнишь, как мы физрука ходили бить всем классом? Да. Потом неделю в больнице лежали. Да, я помню, помню. Это было. Да, братья что-нибудь, четвертый класс пришли. Эй, давай. А он чемпион мира по джил-джитсу. Давай всех раскидывай. Да, да. Да, здорово было. Да, он потом, кажется, тебе позвоночник сломал. Да, да. Еще смеялись тогда. Да, все рожали, я помню. А я лежу. Веселая была история. Классно было, классно. Ты помнишь, кемичка нашей на урок платье проела? Помнишь? А под платьем вообще ничего. Помнишь? До самого первого этажа ничего. Да, ничего и не было, да. Ты помнишь Клавдию? Клавдию. Клавдию. Ну вспомни. Какая? Иванна. Иванна. А Клавдию помню, Клавдию. Ну. Иванну помню. Ну. Классно поплескались тогда. Да, да, да. Да, ее же уволили потом. Уволили, да, ее потом. Другого директора назвать. Да ты что? А, точно, вспоминаю, вспоминаю, да. Вспомни Юльку с ужасной мордой такой, ну, такой подбородок у нее вот так вот закатывался еще, сзади тебя сидел. А на Гоблина похоже. Да, на Гоблина. Женилась. Женилась? Женилась. Да ты что? Да. Может, замуж вышла? Да нет. Женилась. Слушай, а вот эта девочка, которая на почете висела, которая, ну. Наташа Маврыкина. Маврыкина, вот эта. Наташка Маврыкина, которую вот отличницы послали на эти олимпиады. Золотые медали забирала она. Проститутка, проститутка. Проститутка? Да. Да ты что? Девчонка, жалко девчонку. Мы потом с ней часто виделись, в бане пару раз видел ее, в сауне. Вот. Женился я на ней. У меня четверо детей с ней, да. Да ты что? Да, поздравь. Да, поздравляю. Четверо детей его? Четверо детей его. Отжигает, да, наверное? Отжигает вообще. Телефончик дашь мне? Давай возьми телефон, возьми, дашь. Скажешь от меня. Скажешь от меня, такую скидочку сделает. Ой, вообще были времена, а? Были времена. Ладно, слушай, тянька, мне уже бежать пора. Ты вообще, какие у тебя планы-то на жизнь? Расскажи. Слушай, Володь, у меня сейчас планы, знаешь, какие? Есть история у меня такая, в голове пришла. А что если сделать так? Не встречаться нам, одноклассникам, в Параши или там еще где-то, а в интернете, в интернете находить себя? Представляешь? Вот у меня, кстати, с собой здесь этот листик. Тут все, бизнес-план, все. Представляешь? А что если вот так вот люди будут высвечивать свои фотографии, внизу два окошка? Значит, дружить, отклонить. Можно будет ставить оценки, понимаешь? Вот такая история. Конечно, она нереальная, но в принципе, я думаю, что теоретически она может быть. Рабочее название либо одногруппники, либо однокашники, ну, может быть, одноклассники, конечно, дурацкое, но ничего, может быть, вообще. Сенька, ну ты меня просто разочаровываешь, я тебе скажу. Ну, что это за херня, как это, что это за бред вообще? Какие одноклассники, какой интернет? Интернет это прошлый век, ты что? Да это чушь собачья, Сенька. Не стоит этим заморачиваться даже. Знаешь что? Тебе в кино надо, Сенька, посмотри на себя. Ну, в массовку иди. Там платят деньги, отлично. Ничего делать не надо, а деньги платят. А? Класс! Отлично. А вот это херня, да? А это чушь, ну, это бред. Ну, давай, ну, хорошо. Спасибо, что глаза открыл. Спасибо. Рад тебя волновить. Спасибо. Удачи. Спасибо. Счастливо. Давай, пока. Алло, интернет? У меня есть отличная идея. Сайт одноклассники. Да, вывешивайте фотографии, отклоныте. И отклоныте. Карик Бульдог, Харламов, Александр А. Реба. Специально для вас, друзья. Это школьный комедий-клаб на ТНТ. Мы продолжаем. Самый красивый мальчик с любой школьной фотографией. Александр Арева на сцене комедий-клаб. Встречайте. Дорогие друзья, дело в том, что Александр Арева спит. И вместо него, к счастью, не спит. И приехал самый красивый мужчина. В восточном, да, что ж там, и в западном полушарии. Секс-символ электричек Ярославского направления. Гроза женщин. Артур Пирожков. Встречайте. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я вышел из большой глубинки. АПЛОДИСМЕНТЫ Я обычный парень. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот как вы. АПЛОДИСМЕНТЫ Только симпатичней. АПЛОДИСМЕНТЫ Гораздо симпатичней. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Эй, извините, подождите, кто-то звонит мне. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, алло. Секундочку. Кто это? А, Лиза? Привет. Вы хотите, чтобы я приехал к вам? Сколько вас там? АЛИЗА, ЛЮДА, ЛЯН, ВИК, ЖАН, ЛИН? Ты знаешь, я приеду с одним условием. Если каждый из вас позовет еще по три подруги. Все, давайте, ждите. Как я устал. Все меня хотят. Все меня хотят. Как я устал. Ой, как хорошо. Эй, хорошо-то как? Входите, дверь все равно отсутствует. Я не заметил. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Борисович. Не дают? Дают, еще как. Подождите, что-то вы очень плохо выглядите. Что случилось? Это хулиганье, пацанва. Пьют пиво в подворотне, а я виноват. Подождите, подождите. Что вот это? Вот это что это у вас? Это дай закурить. А вот это что? Это я не курю. А что это за вот эта вот шишка на лбу? Это я сейчас милицию вызову. А вот это что, на затылке гематома, что это? Это, собственно, милиция. Да вы же взрослый человек. Вы что, не можете постоять за себя? Так они не дают постоять-то. Да что ж это творится? Да что ж такой мир-то злой стал, а? Моих лучших друзей, моего постоянного пациента обижают. Я не дам вас в обиду. Я научу вас защищаться. Да у меня не получится. А? У меня не получится. Да вы мне 500 евро дайте, и у вас получится. Я научу вас. Молодец. Вы мой лучший друг. Что-нибудь слышали о самообороне? Да, в школе нам рассказывали про бомбоубежище. Ну, хорошо, все ясно. Давайте так, давайте обозначим ситуацию. Нам нужно обозначить ситуацию. Единственное, мне нужен еще один человек. Мне нужен человек, который сыграет хулигана. Хулиган, хулиган. А хули здесь, все нормально здесь. Под ваши бурные аплодисменты. Вас как зовут? Меня Сергей. А хулиганов так не зовут. Давайте, как будто вас зовут, ну, Копченый, да? Как их называют? Копченый. Есть такие, да, у хулиганов? Есть же, да? Копченый. Скажите, я Копченый. Я Копченый. Отлично. Когда я сделаю вот так, вы скажете, дай закурить, я Копченый. Хорошо. Идите туда, идите. Сейчас будем обозначать ситуацию. Итак, во сколько вы возвращаетесь домой обычно? В два ночи. А? Когда стемнеет. Что вы делаете так поздно? В футбол играю. Вы спортсмен? Компьютерный клуб. Ну, хорошо. Давайте так. Я даю вот так отмашку. Вы, как обычно, возвращаетесь домой в подворотню. Вы хулиган. Я вам делаю так. Вы говорите, я Копченый, ест закурить. Ест закурить. Или дай закурить. Дай закурить. Хорошо. Ты какой, посмотри, конкретный какой. Поехали, обозначаем ситуацию. Пошел. Стоп. Вы что, в два часа ночи так возвращаетесь? А? Я всегда, когда мне страшно, пою песни детские. Чтобы подумали, что ребенок идет и не трогать. Да вы самоубийца. Педофилов здесь собирает. Давайте так. Еще раз. Настоящий хулиган. Курите. Они курят всегда. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я копченый. Есть же курите. Не курю, и тебе толстолобый не советую. Так, стоп. Так, стоп. Здесь ошибка. Почему вы его не бьете? Он вас оскорбляет, надо бить. У вас. Зачем вы говорите неправду? Хулиганы не любят ложь. Слышите? Ну какой он толстолобый. Толстопузый, толстозадый. Ну не толстолобый же. А? Ну что вы делаете? Ошибочка вышла, да. И я сейчас, кстати, вам тоже покажу, что такое настоящий хулиган. Тоже мне. Ну, пожалуйста, посмотрите здесь. Итак, задаем ситуацию. Идите туда. Смотрите внимательно. Я смотрю. Я копченый, Ля. Дай же курить. Не курю, и тебе лошади на голову. Ой. Чего вы стоите? Вас лошади на голову обзывают, а вы стоите. Ну, понятно? Мужчина, вы можете садиться. Ну не получилось сыграть хулиган. Не получилось. Что же мне? Ну, зачем вы так вызываться? Ну, как-то надо, не знаю. Если не имеете актерского образования, не надо выходить. Так. Ну, все понятно. Теперь вы научились защищаться. Да уж. Сейчас я вас научу защищать. Когда-нибудь спасали кого-нибудь от хулиганов? Пробовал много раз. Кого? Себя. Так, все ясно. Нет, настоящий мужчина должен спасать женщину, девушку. Поверьте, после этого она по-любому ваша. Да, отлично. Кто же пойдет? Кто же пойдет? Ну, вот вас можно? Не бойся, малышка. Под ваши бурные... Аплодисменты. Здрасте. Молодец. Сможешь потрогать? Но чуть позже. Итак, смотрите, задаем ситуацию. Вы прохожий. Так. Прохожий всегда проходит и наблюдает. Идите в проход. Значит, вы жертва. Я хулиган. Насильник. Договорились? Обожаю ролевые игры. Ну что? Итак, поехали. Ага. Да подожди, я насильник. Что, попалась, да? Попалась? А? Попалась? А ну, иди сюда. Попалась? Раздевайся. Раздевайся, раз попалась. Попалась, так попалась. Я устал уже. Да-да-да. Попалась? Раздевайся. Эй, ты, не трогай ее. Трогай себя. Так. Вы не убедительны. Еще раз. Попалась? Раздевайся. Не хочешь? Получай. Нет. Да что вы делаете? Я сейчас ударю девушку. Вы должны спасти девушку. Вы вообще понимаете, что я сейчас ударю. Вы понимаете, что я ее ударю? Я сейчас войду в роль. Вы понимаете или нет? То реагируйте как-то. Да что же вы делаете? Стойте. Стойте. Что же это происходит? Что это происходит? Это не по-человечески как-то. Стыдобата какая с первым встречным. Довела парня, сейчас получишь в дыню. Так, что вы делаете, а? Вы будете спасать девушку? Вы будете спасать девушку? Спасайте. Или я ударю ее быстрее? Я тебя спасу. Нет. Ты будешь моей. Нет. Будешь моей всегда. Артур Пирожков. Спасай. Ты хочешь, чтобы я тебя спас? Да. Да? Так что ж ты молчишь? Самому ровно переносится на завтра. Завтра незабучие деньги. А мы с малышкой. Как тебя зовут? Скажи на ушко. Жанна. Какое длинное, красивое имя. Возьми меня. А мы с маленькой малышкой едем ко мне в двухкомнатное гнездышко смотреть художественный фильм «Операция А» или «Новые приключения моего Шурика». Подождите, а как же мой Шурик? Вы не поняли. Вы отправляетесь к себе в однокомнатную, в Бутово. В который раз пересматривает замечательную, легендарную комедию Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Спасибо, друзья. Спасибо. Всегда ваш Артур Пирожков. Андрей Рашков. И Александр Левов. Спасибо. Добрый вечер. Здравствуйте. Веселее я не слышу вас. Спасибо. Сейчас слышу. Извините меня, ради бога, я сегодня приехал в своем, не успел переодеться на программу. Мне поможет сегодня Тимур Батрудинов. Я не слышу ваших аплодисментов. Тимур Батрудинов. Спасибо. Сейчас правильно я скажу это слово. За роялью. Гарик Мортиросян. Следующая миниатюра называется «Новости на канале ТВ-3 дробь 4». Вот. Спасибо. Поехали. Что же делать? Что же делать? Все поувольнялись, а новости вести некому. Наш канал сейчас погибнет. Прямо здесь, прямо сейчас, если кто-то не появится. Я спасу вас. Вы кто? Я популярный ведущий новостей. Всеволод Колесников. Всеволод Колесников? Популярный ведущий? Что-то я не слышал. Я вхожу в тройку самых популярных ведущих планеты. На первом месте Опра Уинфри, на втором месте некто Ларри Кинг и на третьем месте Всеволод Колесников. Какая честь. А с кем имею честь я говорить? Собственно говоря, вы имеете честь говорить с продюсером популярнейшего телевизионного канала ТВ-3 дробь 4. Альберт Риббентропешский. Такое ощущение, что вы только что придумали фамилию. Ну ладно. Я ее не всегда выговариваю. Хорошо. Кстати, я имею огромный опыт работы на нашем российском телевидении. Я работал на таких каналах, как ДТГ, Виазаж, Рэп-ТВ, ТСТ. Кстати, какой рейтинг вашего канала? О, знаете, между прочим, я хочу сказать, что наш канал очень рейтинговый. Рейтинг нашего канала 0,0000007. Десятитысячных. Я подниму ваш рейтинг ровно в два раза. Но вы мне должны дать тысячу долларов. Тысячу долларов? Да. Конечно же, обязательно дадим. Но сначала проведите новости. Осталось 30 секунд до выпуска новостей. Точно вы дадите мне деньги? Обещаю. Смотрите. ТВ-3 дробь 4. Хорошо, подождите. Так, новости. Где новости? Так, сейчас, подождите. Почему? Это должен делать гример. Понимаете, я и продюсер, и директор, и гример. Кстати, и оператор. Смотрите в ту камеру. Я сейчас туда подойду. Итак, вы готовы? Новости. Быстро. Новости. Осторожно. ТВ-3 дробь 4. Добрый вечер. В эфире новости. И я, Всеволод Калечников. Сегодня генеральный секретарь НАТО. Извините. Что-то. Сегодня генеральный секретарь НАТО встретился... Да подождите, что такое? Простите. Генеральный секретарь НАТО. Вот залезло и все тут, а? А ну вылезай. Я говорю, вылезай. Слушайте, что вы делаете? Это прямой эфир. Да она мне всю неделю терроризирует. Это что? Слушайте, ТВ-3 дробь 4. Все нормально. Нашлась. Продолжим. Сегодня генеральный секретарь НАТО... А... Блядь, я тебя говорю... Поубиваю, на... Твою мать. Долбай. Все нормально, все. Спасибо. Спасибо. ТВ-3 дробь в задницу вам. Извините, маленькие технические проблемы. Ничего. Продолжаем. Сегодня генеральный секретарь НАТО... Я Абдехапс... Я Абдехапс... Сегодня генеральный секретарь НАТО... Я Абдехапс... Да что ж такие фамилии-то дают людям, а? Сегодня генеральный секретарь НАТО... Я Абдехапс... Заберись, парень, соберись. Ты же профессионал, соберись. Я Абдехапс... Я объявля... Я Абдехапс... Хеффер. Я Абдехапс... Хеффер. Отлично, есть. Молодец. Ты справился. Я Абдехапсхефер. Генеральный секретарь НАТО... Я Абдехапсхефер. Встретился с президентом Туркмении Гурбангулбан... Гурбангулбан... Гурбан... Новости спорта. Вчера прошла встреча по футболу между сборной Голландии и сборной Киргизии. На встрече присутствовали генеральный секретарь Я Абдехапсхефер и президент Туркмении Гурбангулбан... Что вы за новости мне подготовили? Что за идиотизм? Так, давайте. Давайте о погоде. Поговорим о погоде. Завтра ожидается небольшое изменение климатической обстановки на всей территории России. В Иркутске... В Иркутске... Где листик с цифрами? В Иркутске плюс 32. В Пензе плюс 27, 29. Я людям вру. Что вы мне подставляете, слышите? Сейчас, подождите. Наш оператор, оператор, у него что-то с животом с утра. Он, по-моему, взял этот листок. Найдите листик. Я попробую восстановить. В Кемерово 12, 19. Плюс, что я несу. Январь месяц. Какой плюс? У меня заканчивается словарный запас. Быстрее. Быстрее. В Кисловатске ожидаются кислые воды. Магнитогорские магнитные бури. В Ростове-на-Доно... Доноево, Ростов-то... В Воронеже... В Воронеже преимущественно вороны и местами ежи. Мне просто быстрее. Дальше. В Волгограде град над Волгой пройдет. Елец... Это полный елец. Я не могу. Я здесь серьезно. Секундочку. Я восстановил. Да, все нормально. Где цифры? Здесь какие-то фамилии, имена. Быстрее. Где цифры? Это... Это спонсоры прогноза погоды. Читайте. И немножко о наших спонсорах. Спонсор прогноза погоды... Волков Иван Сергеевич. С каких это пор прогноз погоды спонсирует хорвата? Я не могу понять. Слушайте, это русский человек. Волков Иван Сергеевич. Ну, а что? Частные лица прогноз погоды спонсируют? 400 рублей, между прочим, на дороге. Не валяются. 400 рублей? А гонорар мой в 1000 долларов готов или нет? Готовится. А? Готов или нет? Ну, это потом уже. Потом, в процессе. Ну, вот и подошла к концу наша программа. Удачи вам, здоровья. Берегите себя. И берегите друг друга. Спасибо. Спасибо большое, сука. Я сейчас подбиваю вас. Быстрее. Ты что, товарищ? Я сыграл. Спасибо. Бургас. Роганца. Спасибо. Бургас. Дамы и господа. Московское время. Че-то поздно уже. 1 января 2010 года. И сегодня в зимней серии летних игр весеннего интеллектуального осеннего казино «Что, где, когда» играет шестерка Артура Пирожкова. И я приглашаю под ваши аплодисменты за игровой стол капитана команды Артура Пирожкова. Артур Пирожков, капитан команды. Профессор эротических наук. Доцент НИИ биологии. Автор книги от А до О. Лидер движения «Языком по России» и Волговятскому району в частности. Обладатель большого шлема и хрустальных вас Артур Пирожков. Также мы рады представить вам членов команды шестерки Артура Пирожкова. Встречайте. Франческа Газыбина. Доцент кафедры прикладной термодинамики. В данный момент работает стриптизершей в Казани. При кафедре прикладной термодинамики. Франческа Газыбина. Садись на место. Евгения Баранкова. Водитель троллейбуса «Микробиолог». Имеет трёх маленьких мужчин. Расковано общительно. «Микробиолог». Не дюймовочка. Садись на место. Продолжаем знакомить вас с членами команды шестерки Артура Пирожкова. Снежана Глыба. Помощник депутата Смоленской областной думы. Аспирант кафедры грудостроения. Очень хороший человек. Проститутка. Оксана Пушкина. Дочь хозяина сети ростовских соляриев «Ромашка». АПЛОДИСМЕНТЫ И, наконец, уважаемые телезрители, отец капитана команды «Метросексуал 70-х», экс-любовник Саманты Фокс Сабрины и Сандры Арнольд Пирожков. АПЛОДИСМЕНТЫ Я попрошу тишины в зале. Никаких подсказок. Идёт очень серьёзная игра. Артур, вы готовы начать? Сейчас, секундочку. Молодцы, всё отлично, собрались. Артур, внимание. Да, да, да. Да, господин ведущий. Первый вопрос. Артур, с вами играет. Собрались, девочки, собрались. Житель подмосковного Обнинска. Тихо. Академик физико-математических наук. Профессор Рамн. Тише. Георгий Теодорович Бубликов. Внимание на экранчик. Уважаемые знатоки. В известной формуле Рипенбаума Блюкштейна повторял 7 при дисконгерентной функции, стремящейся к бесконечности, если вы используете, конечно, константу Q, квазивцева Ременстрейка, делённая на Пи, среднеконстантная С, С квадрат, делённая на 3, дисконгерентно движется постоянно по неуклонной 22 радианта, делённая на 2. Сигма-Пи-Кю-Омикрон, что в среднем даёт конгерентный результат 7,29566-10 тысячных. Ровно за одну минуту скажите, как надо изменить функцию факториала, чтобы дисконгерентная функция двигалась в обратном направлении. Желаю удачи. Отец, отец, у тебя что, есть досрочный ответ или что? Артур, тёлочки. Прекрати, прекрати, отец. Артур, вам по этим вопрос? Да. Минута пошла. Так, девочки, прошу вас, мне нужны версии, версии. Снежана, почему ты молчишь, у тебя два высших образования, давай, говори что-то. Артур, ну ты же знаешь, я после секса думать не могу. Снежана, я прошу тебя, делайте, девочки, версии. Ребята, я, кажется, знаю правильный ответ, но для этого нам нужен куркулятор. Что ты сказала? Куркулятор. Куркулятор. Цыпа, цыпа. Цыпа, цыпа, курица, слышишь, откуда у них куркулятор, малышка, всё, версии, версии, девочки. Ребята, ребята, я знаю, Артур, ребята, а давайте после игры поедем ко мне, развлечёмся, поиграем. Ты с ума сошла, девочка, о чём ты говоришь, мы играем. Ну я хотя бы что-нибудь предлагаю. Так, хватит, девочки, девочки. Папа, тебе 54 года, ты должен что-то знать, версии, версии, папа. Так вот же, дочка, отличную версию предложили. Папаша, прекратите. Артур, ваше время не стекло, кто будет отвечать? Мы берём дополнительную минуту, господин ведущий, я прошу прощения. Артур, у вас нет дополнительной минуты, игра только началась, у вас нет дополнительной минуты. Франческо, ты знаешь, что делать. Второй этаж, 112 кабинет. Сделай ему фламандский апельсин. Как тогда, в троллейбусе. Артур, кто будет отвечать? А сейчас, секундочку, господин ведущий. Я думаю, что у нас будет 15, а то и 20 дополнительных минут сейчас. Артур, я не понимаю, что происходит? Кто будет отвечать? Сейчас всё будет нормально. Сейчас. Кто вы, закройте дверь. Кто вы такая? Вы не имеете права заходить в секретную комнату. Никто меня никогда не видел, только слышали мой голос. Выйдите сейчас же отсюда. Что вы делаете? Положите меня обратно в аквариум. Отпустите мою щупальцу. Что вы делаете? Зачем вы меня не раздеваете? Что вы делаете? А, а! 1-0 в пользу знатоков. Хорошо. 1-0 в пользу знатоков. Продолжается зимняя серия весенних игр. Что, где, когда? Артур, как настроение у команды? Молодец, молодец. Артур, вы готовы дальше играть? Да, у нас отличное настроение. Тем более, у нас в запасе ещё 4 очка. Всё нормально. Артур. Артур, можешь рассчитывать на меня. А? На меня можешь рассчитывать. 4,5. Хорошо. Мы можем продолжать. Итак, я попрошу тишины в зале. Второй раунд и второй вопрос. Собрались, девочки. Уважаемые знатоки, внимание. Чёрный ящик. Спасибо, Ирочка. Чёрный ящик. Тихо. Тихо, внимание. Тише. Уважаемые знатоки, внимание на экран. Уважаемые знатоки, это снова я. Помните? Вопрос из области истории. Знаменитый саксонский фюрфюрст Вильгельм Третий Железобородный основал в долине Рейна деревушку, которая затем превратилась в родовое гнездо Бранденбурга. Внимание, вопрос. Что было изображено на втором гербе времён Алой войны этого замка? Удачи! Что вы делаете? С ума сошли. С ума сошли. Что вы делаете? Так же красиво. Что вы делаете? Артур, что происходит? Эээ... Что вы делаете? Эээ... Эээ... У нас досрочный ответ. Эээ... Мы готовы ответить. Вы готовы назвать, что в чёрном ящике? Да, конечно. Артур, мне только что передали, что вы посмотрели в чёрный ящик. Это впервые в нашем интеллектуальном казино. Поэтому, пожалуйста, Ирочка, внесите другой чёрный ящик. Что значит нету? На первом канале нет другого чёрного ящика. Вы с ума сошли, что ли? А что есть? Что? Внимание, вишнёвая сумка! Итак, Артур, внимание! Уважаемые знатоки, что в вишнёвой сумке? Минута пошла. Эээ... Я не знаю. Давайте думать. Эээ... Я знаю, ребята. Мне кажется... Что? Просто дело в том, что... Это гениальное то, что я сейчас придумала. Что? Ну, говори. Вы понимаете, вы меня должны послушать. Оксана, говори. Оксана. Что? Артур, я... Мне кажется, что одной минуты — это очень малё для обсуждения. Время прошло. Кто отвечает? С ума сошла. Артур, кто отвечает? Ты у меня получишь. Потом. Да. Господин ведущий, отвечает я. В чёрном ящике молоток. Тишина в зале. Артур. Правильный ответ. Внимание на экран. Уважаемые знатоки, а теперь, внимание, правильный ответ. Ну, как же вы не догадались? Молоток был не в чёрном ящике, а в красной сумке. Один-один. Ровный счёт. С ума сошли. Что за фигня? Всё нормально, собрались. Да, да. Так, всё в порядке. Не расслабляемся. Всё в порядке. Оксан, что-то ты бледненькая. Я прошу тебя, соберись. Слышишь? Оксана, соберись. Снежан, нормально всё? Всё хорошо. Не тяжело, всё хорошо. Может помочь? Отец, как сердце? Всё нормально, отлично. Всё хорошо. Молодцы. Уважаемые знатоки, внимание, третий раунд. Против вас играет пенсионерка-жительница Нижневартовска Людмила Степановна Гонева. Внимание на экран. Уважаемые знатоки, у нас в подъезде какая-то скотина гадит под нашей дверью. Ну, под моей дверью. Накрывает дерьмо газетой, поджигает, сука. Звонит в дверь и убегает. Слышите? Я это, открываю дверь, соответственно, начинаю тушить газету, топчу её, топчу. Естественно, газета портится, и её становится нереально читать. Я уже вторую неделю не знаю новостей. Я буквально отрезана от информационного вида. Внимание, вопрос. Усатый. Да-да, ты в очках. Да коли ты будешь срать у меня под дверью, а, сука. Сколько нужно уже? Ты думаешь, я тебя не видела? Я тебя в глазок видела. Ну, вот, собственно, и всё. Отец, это правда? Удачи. Артур, ты что, веришь этой дуре? Вы верите, да? Да, конечно, нет. Ты же, тебе 54 года. О чём ты говоришь? Наверняка это какой-то подросток, 14-летний или ещё что-то. Нет, это неправда. Артур, итак, ваш ответ. Досрочный ответ я буду отвечать. Это всё ложь. Отец не мог мой сделать это. Это мог сделать... Это могла сделать сама бабка. Это сейчас пиар, это модно. Да, это бабка. Ваш ответ непонятен, Артур. Всё нормально. Правильный ответ жительница Нижневартовска Людмила Степановна Гонева сама сняла на видео. Внимание на экран. 2-1 в пользу телезрителей. Так вот. Я напоминаю, что спонсор нашей программы Металл, Пром, Газ, Нефть, Угол, Алмаз, Холдинг, Банк дарит Людмиле Степановне книгу Агнии Барто, Лес. Книга отправляется в Нижневартовск. Мы поздравляем вас, Людмила Степановна. Я попрошу тишину в зале и попрошу Козлова играть на рояле потише. Внимание, следующий вопрос. Всё, собрались, я прошу вас. Артур. Да, господин ведущая. Перед тем, как мы увидим телевопрос следующего зрителя, у меня вопрос вам, как капитану команды. Артур, вы были когда-нибудь в ЮАР? Да, бывал и не раз. А в Словении? Нет, ты не собираешься, мне неинтересно. А телезритель, который пришлал в вопрос, Артур, как раз наоборот, был в Словении и не планирует побывать в ЮАР. Артур, против вас и вашей команды играет игрок сборной России по футболу Александр Киржаков. Мы выиграем по-любому. Внимание на экран. Уважаемые знатоки, попробуйте за одну минуту назвать причину, по которой мы следующим летом не поедем в Южную Африканскую Республику. Удачи! Артур, вопрос понятен? Да, да. Минута пошла. Тишина в зале. Это явно замануха. Это замануха. Версии, девочки, версии, варианты. Дриблинга не хватило. Дриблинга не хватило. Ещё, ещё версии. Фланговых контратак. Что ты говоришь? Фланговых контратак. Не плюйся, умоляю, прошу тебя. Ещё фланговых контратак. Защита была слабой. Нормально, можешь говорить? И это самое, как его... Тактика подвела. Тактика подвела. Итак, Артур, время вышло. Кто отвечает? Отвечаю я. Значит, мне кажется, причина в том, что дриблинга не хватило. Фланговых контратак. Защита была слабой. И это самое... Тактика. Тактика подвела. Да, походу так. Ваш ответ непонятен, Артур. А теперь, внимание, правильный ответ. Дословная цитата из речи Александра Киржакова. Не хватило дриблинга. Фланговых контратак. Защита была слабой. И эта самая... Тактика подвела. Счёт 2-2. Уважаемые зрители Первого канала. Мы вынуждены прервать осенне-весенне-летне-зимнюю серию игр «Что, где, когда». Почему? Потому что для шестёрки Артура Пирожкова поступил вызов из сауны номер 7 города Одинцова. А вдвоём играть «Что, где, когда» у нас не принято. До свидания, до следующей недели, Артур. Против вас сыграла команда Артура Пирожкова. Ваши аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Нам нужен мешок, Таш. Принеси, пожалуйста. Да я сам. Нет, пусть Таш. Итак, миниатюра, которую мы вам покажем, называется «Секс по телефону для одиноких женщин». А, открыл бизнес новый «Секс по телефону для одиноких женщин». Никто не звонит. Есть. Есть. Начало бизнеса. Алло. Алло. Привет. Как дела, малышка? А, в чём ты? В халатике? А, где ты сейчас? На кухне? А, я хочу напомнить, что мой звонок платный, и мне можно звонить только когда тебе исполнится 18 лет. Сколько тебе лет, малышка? 63. Здравствуйте. Здравствуйте. А, как дела? Как... Как зовут вас? Серафима Андреевна? Серафима Андреевна, давайте на «ты». Идём? Можно я буду называть тебя Андреевна? Нет? А как? А, Фима? Ну, это как-то по-мужски. Сера? Тоже не сексуально. Давай я буду называть тебя Серия. Серия. Отлично. Как здоровье, Серия? А, всё в порядке? Ну, классно. А, слушай, ну что, начнём? А деньги есть? 300 рублей, вот как. Ну, хорошо. А, снимай халатик. Снимай. Отлично. На тебе ещё вязаный свитер. Снимай. А, ложись в кроватку. Легла? Туши свет. Укройся пледом. Спокойной ночи, Серия. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Алло? Да не надо меня благодарить. Серафима Андреевна. До свидания. И вам спасибо, Серия. АПЛОДИСМЕНТЫ Первый звонок. Неплохо. Неплохо. Ещё звонок. Чем больше звонков, тем больше счастливых людей. АПЛОДИСМЕНТЫ АЛЛЯ Алло Это Артур? Да, это Артур. А это секс по телефону? А, это секс по телефону. А, отлично. Но это секс по телефону для одиноких женщин. Меня зовут Изольда. Здравствуй, Изольда. Привет. А, как дела? Да нормально. Я напомню, что звонок платный, и мне можно звонить, когда тебе исполнится 18 лет. А мне как раз сегодня стукнуло 18. А, где ты сейчас? У плиты. Хозяюшка? У плиты на кладбище. Бедная хозяюшка. А у меня только здесь телефон ловит. А, ну что, начнём? Я провожу своей рукой тебе по голове. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Где ты, Артур? Я прискочу к тебе Артур! Алло? Да не надо меня благодарить, Серафима Андреевна Доспичиваю Спокойной ночи, Щеря Что за бизнес-то такой? Алло? Привет! Ты секс по телефону? А, я Артур, но можно называть меня и так Как дела? Нормально дело, нормально Меня зовут Энджел Энджел? Да, но меня возбуждают, когда меня называют Юля Привет, Оксана В чем ты сейчас? Я в синем платье А где ты сейчас? Я в синем платье Вот ты какая! Ну хорошо Ты понимаешь, что звонок платный? У тебя есть деньги? Угу А 18 лет тебе уже исполнилось? Через два месяца мне будет 23 года И два месяца Какая ты забавная Блондинка, да? Угу Ну хорошо Начнем? Давай Я медленно касаюсь своими губами твоей мочки уха. А-а-а-а! Как обычно. Да. Ещё звонок? А-а-а! Привет, крошка! Да какая тебе крошка? Это мать твоя, Артур! Ты где? Да тебе невозможно дозвониться, всё время занято. О, мама, я разговаривал про рабочую. Я чё звоню, слышишь? Звонила какая-то Серафима Андреевна, просила тебя поблагодарить. А ещё, слышь, возвращайся быстрее домой. У меня для тебя сюрприз. Знаешь, с кем мы сейчас пьём чай? С кем? Сейчас передам трубку. Артур! А-а-а! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Миниатюра, которую мы вам покажем, называется у стоматолога. Чёрт и стоматолог. Хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ Что-то нет никого. Уже зубы скоро сотру. Здравствуйте. О! Клиент! Здравствуйте, 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 здравствуйте. Здравствуйте. Да. Здравствуйте, профессор. Я не профессор, я просто врач. Просто врач, как смешно. Просто врач, да. Ну-ка, присаживайся, дорогой мой, присаживайся. Дай-ка угадаю, что у тебя болит. Зуб! Вы волшебник. Не, я просто врач, просто врач. Вы знаете, у меня страшно болит зуб. У меня адские боли, адские боли. Что страшно, я вижу, да. Боли адские, адские. Адские боли. Я смотрел этот фильм, классный. Кстати, есть продолжение. Вторая часть «Адская поля 2». Профессор, адские боли меня мучают, поверьте. Подождите, а какой зуб болит конкретно? Да, боли такие, что я даже не понимаю, на какой стороне зуб-то. Ну, я же просто врач, я сейчас все просто сделаю. Сейчас мы все определим так. Пожалуйста. Опа, нет, нет, не здесь. Ага, так, значит, справа. Ага. Семерочка. Ага, снизу. А семерочка снизу болит у вас. Ну что, это надо лечить? Просто лечить? Я просто врач, я просто лечу. Вы действительно просто врач, да? Да, я действительно просто врач. Значит, начнем. Шаг первый. Удивительнейшее, уникальное средство. Вот оно, видите? Так сразу и не скажешь, что это спрей. Это спрей? Да, это спрей. Называется «Дентал Клиэр Ментал». Понимаете? Значит так вот, это американское, из Израиля привезли. Очень классная штука. Откройте рот. Вот. И самое главное, не закрывайте, пока лекарство не впиталось. А я пойду пока шприцы протру, да ветошь простерну. Алло, Артем? Артем, здравствуй. Это я, Танюша. Артем! Я так соскучилась по тебе, Артем. Так давно не слышала твой замечательный голос. Артем, где ты? Где ты сейчас? Скажи мне. Я... Я... Артем. Солнце мое, я не поняла, что ты сказала. Повтори. Я... Артем. Стой. Ты что, опять выпил? Ты опять пьяный? Ты же мне обещал, что больше пить не будешь. Ты же сказал, что ты в завязке. Я... Артем. Артем. Да ты слово выговорить не можешь, скотина. Всю жизнь в стакан вылил. Ну, падла ты такая. Ну, да. Я... Да что ты там говоришь? Я не понимаю. Ага. Руку. Что? Иги. Руку. Ах так. Ту-ту-ту-ту-ту. Знаете, шприцы протирал. Вот три года у меня уже работает, как отмена. Протер и... Опа! Следующий. Классная штука. Кстати. Можете... Вас нормально все, да? Нормально. Ну, рот-то можете уже закрывать, да. Нормально? Нормально. Нормально. Хорошо. Теперь шаг второй. Шаг второй. Пожалуйста. Так, так, так. Вот эта замечательная таблеточка. Очень хорошая. Венгерская. Ребята из Латвии привезли. Ребята таджики. Очень хорошие парни. В Стокгольме живут. Ребята из Латвии привезли. Значит, под язык кладете. Да. И она рассасывается. Вы, главное, плотно рот закройте, чтобы лекарство впиталось. А я пойду пока. Там личинок привезли. Отложу личинку другую. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ой, умора. Та-да-дон, 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 тун. Алло, Артем? Артем, я поняла, что я погорячилась. Ну, ты же знаешь, я эмоциональная женщина, Артем. Артем, я так соскучилась по твоему голосу. Скажи, где ты? Нет, нет, нет. Что-что? Все-таки ты напился. Все-таки ты напился. Время 2 часа дня. А ты слово выговорить не можешь. Что? Ну, что ты там? Что ты там мычишь? Ты там с телками, с коровами своей будешь так разговаривать. Не вот так кувыркаешься с ними, да? Кувыркаешься? Что-что? Ах так. Ту-ту-ту-ту-ту. Ой. Такие личинки кашмары. Ну, как дела? Так вы расслабьтесь, рот-то можно открыть. Лекарство впиталось. Нормально все? Нормально все. Так. Шаг третий. Ну, это вообще, это самое безобидное. Это безобидный обезболивающий укол. Кстати, здесь так и написано. Безобидол обезболибл. Я вам вколю немножечко. Вот так вот ротик приоткроем. Ай. Ай. Есть небольшое отклонение. У вас расслабится лицо, и вы не сможете вообще ничего им делать. Да, уже пошло, да? О. Ну-ка, опа, опа. Ха-ха. Классно. А теперь вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Ну-ка. Я обожаю пластилин. Ну, ладно. Ну, вы пока посидите, пока лекарство впитается, а я пойду. Танцемент привезли медицинский. Да рубероид тоже медицинский. Артем, я все осознала. Ну, ты же знаешь, я эмоциональная женщина, я так люблю тебя. Скажи, где ты находишься? Скажи. Я на Арталоне. Чего? Я тавтология. Какая еще тавтология? Да ты слово выговорить не можешь. Опять нажрался, скотина. Да как тебе не стыдно? Сыра. Сыра, я все еще молюсь. Ну, что ты там бормочишь? Я вообще ничего не понимаю. Да как тебе не стыдно? Нажрался, тварь. Тварь, тварь, нажрался, нажрался, тварь. Иди, ай-я-я-я-я-я. Что? Ах, так? Ту-ту-ту-ту-ту. Сумент руберой. Ну, как дела? Я что-то... Да вы так не напрягайтесь. Сейчас я вам напрягающий укорчик... Нормально все? Ой, все. Все. Ну, я же говорил, я просто врач, я просто лечу. Да мне кажется, вы уже профессор. Спасибо, доктор. Спасибо. Зуб, все нормально, все. Спасибо, жены. Спасибо большое. Спасибо. Ну, выздоравливайте. Если что заболит, ко мне, сразу ко мне. Спасибо большое. Я единственное, сейчас жене позвоню, извините. Можно, потому что с такой... Хорошо, я пойду пока что-нибудь еще протру. Да-да-да. Алло, дорогая, я прошу прощения, я был просто в стоматологии, не мог говорить. Мне тут рот открой, то закрой, то какие-то таблетки, какие-то уколы. Я прошу прощения, дорогая моя. Я люблю тебя очень, слышишь? Люблю. Эти ропу. Та-да-да-да-да. Спасибо. Спасибо. Тимур потрудил. Наши лево. Это Comedy Club на ТНТ. Мы смотрим «Бенефис» Александра Веева. Спасибо. Спасибо, друзья. Спасибо огромное. Мне очень приятно, что вы аплодируетесь и сменетесь иногда. Вообще, ко мне на «Бенефис» должны были прийти ребята из группы «Чай вдвоем». Боже мой! Да. Стас и Дёс. Но они не приехали. Они, на самом деле, сейчас в конфликте. Ну, в общем, я покажу вам, почему они не пришли. Так. Где же? Где же Стас? Где Стас? Стас, где ты? Где ты, Стас? Через 10 минут. Через 10 минут у нас начало концерта. Ё-моё, ну где же Стас? Где ты, Стас? Позвоню администратору, Крису. Алло, Крис, это Дёс. Крис, это Дёс. Где Стас? Где Стас? У нас через 10 минут концерт. Да. Да, я уже в Ростиксе. Да. Я в Ростиксе. Крис. Я последний раз его видел 8 дней назад. Я отправился в Турцию, естественно. Я хотел отдохнуть хорошо. А он ещё круче в Египет. Да. Да. Всё. Больше его не видел. Да. Ну у нас концерт, фанаты ждут. Да. Найдёшь, пожалуйста, пожалуйста, скажи ему, чтобы он сюда приезжал. Ну невозможно. Он же никогда не опаздывал на это, на него не похоже. Что же, где же Стас? Где Стас? Стас. Ё-моё, Стас. Где Стас? Где Стас? Мужчина, автографы потом. Идите к фанатам, я потом отдам. Где Стас? Это я, Стас. Что? Это я, Стас. Ё-моё, Стас. Вы скорее Прокол или Игнат, но явно не Стас. Идите к фанатам, я потом дам вам автограф. Где Стас? Стас. Ё-моё, Стас. Что? Это же я, Стас. Да, это любимое движение Стаса. Если ты Стас, то только один Стас знает, когда у меня день рождения. 20 декабря 52-го года. Неправда, 82-го. Ну это же для фанатов. Я-то знаю. Стас. Ё-с. Стас. Ё-с. Боже, что они с тобой сделали, эти египтяне? Они кормили тебя бесплатной едой? Стас, ты на себя не похож. Посмотри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тебя не было неделю. Шесть подбородков. Что, воскресенье был разгрузочный день? Ну, дёс. Что с лицом? Ты что, опускал лицо в улей или что? Ты похож сейчас на гигантскую зразу. Я не знаю. Что они с тобой сделали? Ну, ты понимаешь, что под угрозой, под угрозой наша карьера. Девчонки и так в последнее время стали меньше ходить. Я видел на концерте животных. Две собаки. Две собаки пришли на концерта. Наверное, на запах сала, да? Боже мой, на кого ты похож? Ты похож на 12-летнего американца. Ё-моё. Я звоню продюсеру. Звони, он ко мне всё равно лучше относится. Да. Сейчас. Алло, ты козёл. Сколько можно? Ты нами не занимаешься вообще. Стас, вообще козёл. На кого он... Алло, Валерий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Валерий Николаевич, да, проблемы. Да, опять со Стасом. Да, он на себя не похож. Да, какая-то рулька в джинсах. Да, это просто невозможно. Ну, где... Что? Засунуть свою голову ему... Он сказал, что ты негодяй. У тебя был лучший бицепс. Посмотри, где твой бицепс? Да вот. Это ляшка. Что, нам теперь называется чай с ляшкой, да? Чай с ляшкой? Посмотри, кошмар какой. На кого ты стал похож? Боже мой, ты бизнес-ланч Годзиллы какой-то. Я в шоке. Знаешь, почему тебе нельзя появляться на солнце? С тебя капает. Ты понимаешь или нет? Кошмар. Что ты? А ну, сделай. Сделай вот так. Вот. Наше любимое движение. Сделай. Придумал только что детское шоу. Танцующий пельмень называется. Я в шоке. Я в шоке. Стас, что мы скажем фанатам? Ты понимаешь или нет? Что мы скажем фанатам? Дёс. Фанаты зовут. Стас. Фанаты зовут. Стас, Дёс, мы ждём вас. Да, сейчас. Стас, ребята, сейчас. Пошли. Стас, Дёс, мы ждём вас. Пошли, они ждут нас. Это не Стас, это Гаргантё. А, привет, ребята, привет. Привет, Дёс, а где Стас? Ребята, я Дёс, это Стас. Ну, немножко, ну, пчёлы пописали. Не верим, нет, это не он. Мы докажем вам, что это Стас. Мы сейчас приготовили для вас новый, новый сингл. Пожалуйста, под ваши аплодисменты мы начнём. Спасибо. Ручки подняли. Козёл. Поехали. Раз, два, три, четыре. Время близится к утру. Я тебе перезвоню в который раз. Оператор не сомкнёт своих уставших глаз. Когда Амур мой на войне, Ломая стрелы, объясняю всё тебе. Понимаю это вдруг. Теперь я просто друг. Я просто друг для той, Которая ожидала ты только мой. Которая хотела умереть со мной. Мы были в него без моей одной. Я просто друг для той, Которая ожидала с моей женой. Всю ночь я сказала, Я просто друг. Ещё один. Ещё один. Врача! Ну, теперь поаплодируйте. Вот, собственно, из-за этого и не приехала группа «Чай вдвоём». Спасибо. Игорь Грузов. Игорь Грузов. Мы ходим в рестораны, в кафе, и я понял одно, что официанты, они очень разные. Сейчас я хочу показать вам абсолютно реального парня. Он бывший спецназовец, спортсмен, который работает официантом. Наташенька, Наташенька. О, смотри, какое интересное кафе. У Валеры. Причём написано слитно. Кто такие у Валеры? Не знаю, я не рада с ним. Давай посмотрим. Давай зайдём. О, у Валеры. Здесь, наверное, прикольно, мне кажется. Так, менюшечка. Знакомая. Так, что тут у нас? Заказывайте. Закажем, да, сразу? Борщ. Громче, блядь. Извините. Борщ. А? Я говорю, борщ. Так. Овощной салатик. Да. Мясо, я думаю, по-французски. Так. На гарнир рисик. Хотя нет, наверное, да, картошечку отварную с укропчиком. Хотя нет, давайте пюрешечку и ложечки вот так вот поделайте. Веерком. Да, веерочком, чтобы, да. И, ну, десертик, наверное, какой-нибудь, да, чизкейк вишнёвенький. Ну и чай зелёненький с чебречком. Так, борщ ещё что? Подождите, мне показалось, что вы записывали. Да, у меня заноза просто здесь вот в руке. Всё, достал. Ладно, всё нормально. Ну, чё там? Всё? Чё ещё? Давайте просто борщ хотя бы. Так, борщ ещё. А ты чё будешь заказывать? Извини. Извини, привычка просто. Настроение хорошее. Так, чё ещё? Чё будешь заказывать? Я, в принципе, сыта. А? Сыта, в принципе. Ну, да. Что-нибудь лёгонькое может быть? Это моя стройняшечка. Рульку. Ну так, не больше килограммчика. И стаканчик майонеза. Стаканчик майонеза? А, нет-нет-нет. Хотя нет, полстаканчика, я худею. Чё, на попечь? Мне воды без газа? Так, так. Так, а ты что будешь? А я буду стаканчик тёплого топлёного масла. Хотя нет, полстаканчика, я на диете. Моя стройняшечка. Чё там? Это всё, 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 нет? Руки где у вас можно помыть? В параши. Скажите, пожалуйста, у вас другие официанты есть? Есть один, но он в больнице, козёл. Вы не могли хотя бы стол протереть? Ну ладно, чё тут? Всё нормально всё? Чё, всё нормально всё? Давай, я на меня взял. Ушёл, слава богу. Давай, может, уйдём отсюда? Это какой-то официант блятина. Я всё слышу! Вот ты по... Крысы задолбали. Так, то, чё заказали, короче, нет вообще ничего. Вот, вода и этот, топлёная вот эта фигня. Мясо есть у вас? А? Мясо есть? С кровью? Можно с кровью. Лёх, пожар мяса и стакан крови налей. Морепродукты есть у вас? Есть эти, макароны по-фладски. Лучше бы... Лучше бы в другое место пошли. Хорошо, не надо нам морепродуктов. Есть у вас суши? Есть. А что это? Ну, это рис, рыба. Рис с рыбой. Закрученный такие вот. Ну, риса нет, гречка есть. Гречка с рыбой подойдёт. Может быть, фондю? Может, ты фондишь? Я ничего не слышу. Меня нос заложил. Извините. Чё? Мороженое есть? Есть. Рыба. Карп? Закажи мне кофе с молоком просто. Можно просто кофе с молоком? Молока нет, кефир нальём. Счёт сейчас прям надо оплатить. Подождите, какой счёт? Мы ещё ничего не заказали. Заказали? Вот. Держите. Счёт. Что вы себе позволяете? Мы вообще же ничего не съели. 18 тысяч рублей. А поломатая мебель, а разбитые стёкла, а это два зергала, две штуки, вот это всё, всё это, всё это в крови, всё это вот это. Да подождите, всё целое, всё чистое. Всё так говорят. Как всё целое. Рэмбо 1 смотрели? Не смотрели. Вот сейчас будем смотреть. Поместим. Тимур Батрузинов. Андрей Верин. Спасибо. Александр Рева. Дорогие друзья, это Comedy Club на ТНТ. Мы смотрим бенефис Ревы. Мы продолжаем. Ну, а сейчас я хотел бы рассказать о своей семье. У меня есть брат. У меня есть брат. Брат, но мы очень похожи. Мы двойнята. Он на 10 минут у меня старше. И зовут его Никита. Никита Рева, как нелепо. Живёт Никита, к сожалению, далеко. Спасибо большое технической службе ТНТ и нашему Comedy Club Production любимому. Они установили самый настоящий телемост. И сегодня вы увидите, собственно, я раскрываю тайну, вы увидите моего брата Никиту. Я сам с удовольствием, у меня прям сердце колотится. Я сам с удовольствием увижусь, увижусь с братом Никитой. А куда смотреть? Камеру смотрите. Никита! Вот камера. Никит, ты видишь меня? Никит! Никита! Саня! Саня, ты брат! Еб***ь колоти! Саня, Никита, Никита, не ругайся, здесь уважаемые люди. Никит. Саня, всё, я просто, я соскучился, я просто, я пи***ц как раз тебя видел, Саня. Я прошу тебя, не ругайся, не надо. Всё, всё, Саня. Как ты, как ты хорошо выглядишь, Никит? Ну так, генетика, мы с тобой братья, чё нет? Ты, кстати, тоже хорошо выглядишь. Я. Как педик. Ну, спасибо, спасибо, конечно. Вот, собственно, мой брат и... А, слушай, а что это? А кто это там сидит такая? Что за тёлка такая белобрысая, а? Это Тарзан. Это... А-а-а, красивая. Никит, чем занимаешься? Никит, как дела, чем занимаешься? Да ну чё, дел по горло, нормально там. С пацанами гоняю футбик, с пациками, ага. Молодец. Да, слушай, скажи этому Аршавину, ты же там в кентах, скажи, пусть к нам в Яблунова приезжают. У нас реально, во-первых, нападение, только я один. А так, Шава, я, я, Шава. Хорошо, хорошо. Саня, ты, Фриске, жухал? А? Ну о чём ты говоришь? Нет. Ну ты же писал, что жухал. Да ну перестань ты. Я тебе деньги, Никит, передавал, сто тысяч рублей. Ты получил? Ты получил? Нет. Как нет? Нет, ничего не было вообще. Да, да... Пришли ещё. Да я раз шесть посылал. Ну ты же знаешь, какие на почте работают эти, гандоны или как? А ты, ты где работаешь сам-то, Никит? На почте, подрогай. Знаешь, недавно за тебя приняли, женщина подходит, говорит, Рева, дайте автограф, что вы-то у нас в Яблунова делаете? Я говорю, ну типа, а чё, нельзя, там, гастроли. Ну я, короче, она мне это, фотограф или как её, автограф попросила, я написал, за корлючку поставил, она меня, представляешь, покормила, напоила, и спать вложила, да. Я, короче, ещё пару за корлючек, там, за тебя, я, сука, ну она, сверлога, в пологе, я сейчас иду, козлы. Рева, как кирпот, как лысо. Всё, повороты, я сейчас иду. Вот Никита мой брат, да. Ну давай, Ксения, дай шапку, холодно. Никита, побежали футбол играть, Никита. Валера, я тебе говорю, что, подождите, Витя, ты тоже, вот молодёжь, пацанами играю, ага, сука. Ну ты молодчина, конечно. Такая жизнь, братуха. Ну да. Ну ладно, слушай, бежать, пацан вас ждёт. Ну давай. Этот, напоследок, дай мне этот телефон, вот, белобрысая тёлка. Воль она мне в душу запала. Как я, тарзан, чишки у неё, просто. Хорошо, да. Потом, по почте, чай. Хорошо, всё, я, этот, давай, дела. Пока, Саня, братуха. Давай. Серёга, пацан. Никит, пока. Вот это был мой брат Никита. Ребята, вот такая семья. Сейчас представьте, сороковые, как же его подводить, этот номер, я уже не помню. Семидесятые. А? Шестьдесят девятый. Шестьдесят девятые, две тысячи. Шестьдесят девятые годы. Шестьдесят девятые годы люди ходят мимо столов, не могут пройти, но... Да. Спасибо. Я увидел... Это для настроения. Да, это для настроения, спасибо. Настроение упало, да. Итак, вы знаете, с шестьдесят девятого года прошло уже сорок лет. Многое поменялось. Изменились люди, города, наука шагнула вперёд, но одно осталось. Парни до сих пор назначают встречу своим девушкам. Итак, Москва, Лубянская площадь, шестьдесят девятый год, две тысячи девятый год. Под ваши аплодисменты. Ну, где же она? Где же она? Товарищ! Товарищ, не подскажете, который час? Без пятнадцати восемь, товарищ. Спасибо тебе, гражданин. Пожалуйста. Эй, чувак, не подскажешь, который час? Да пошёл. Да сам пошёл, козёл. Ну, где же она? Она что, села на троллейбус, что ли? Я же говорил, что пробки. Надо пешком лететь. Ну, тут рядом же. Да где же она? Где же она? Я же ей говорил, сядь на троллейбус, быстрее будет. Она что, пешком, что ли, пошла? Ну, ничего, зато она из богатой семьи. Ведь она одевается в ЦУМе. Странно. Вроде она из богатой семьи, а одевается в ЦУМе. Возможно, она перепутала место. Но я же говорил ей, Лубянская площадь, памятник Дзержинскому. Может, она перепутала место? Я же ей говорил, Лубянская площадь. Ну, где-то здесь. Нас ждёт незабываемый вечер. Сначала мы пойдём в оперу, потом зайдём в столовую, поедим горячее. А потом в театр. Там будет дядя Ваня. Я думаю, нас ждёт незабываемый вечер. Сначала пойдём в клуб опера. Ну, а потом, пока она горячая, поедем на хату к дяде Ване. Или, может быть, пойти на концерт Людмилы Гурченко? А может, пойти на концерт Людмилы Гурченко? Вот стою здесь, жду её, время теряю. А ведь мог бы бороздить просторы космоса, как Гагарин. Блин, стою её, жду. А ведь мог бы бороздить баб вместе с Арменом в гостинице «Космос». Говорил же я ей, да не засиживайся ты в библиотеке. Ведь без нас могут начать строить БАМ. Блин, если она будет пролеживаться в солярии, то она будет похожа на Обаму. Она опаздывает. Возможно, её не пускает отец? Не думаю. Я вспоминаю, как мы с ней познакомились. Мы стояли в очереди в магазин рыбный за какой-то осетриной. Я сейчас вспомнил, как мы познакомились. Мы стояли в очередь в клуб за каким-то осетином. Я же совсем забыл. Она же только вчера вернулась из Кисловодска. И наверняка не может до сих пор отойти от впечатлений. Я же совсем забыл. Она же недавно вернулась из Амстердама. И наверняка ещё не отпустили её впечатление в поезд. Я знаю. Мы пойдём с ней в кино, а там видно будет. Может, пойти с ней в кино? Там темно, видно не будет. Где же она, моя любимая? Ну, где же это, любимая? Хорошая моя. Дружочек, прости, опоздала. Хотела приехать на троллейбусе, но там была очередь. В общем... Мариночка. Пришла пешком. Я тебя так люблю. А я-то тебя как люблю. А что ты смотришь? Завидуешь? А если бы она не пришла, тебя бы вообще на свете не было. Ну что, дорогая, пойдём займёмся тем, чего в Советском Союзе не было? Кёрлингом? Да, дорогая, пойдём. Артур Пирожков! Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Я обращаюсь к молодёжи, друзья. Я хочу, чтобы вы все стремились к цели. Шли вперёд. Да-да, не смейтесь. Я тоже всегда стремился, стремюсь и буду стремяться. Стремитесь и вы. Достигайтесь, достигайтесь цели. Это могут быть разные цели. У кого-то большие цели, у кого-то маленькие целечки. Поклонники часто меня достаёт. Артур, когда выйдет твой новый альбом? Артур, когда выйдет твой новый альбом? Артур, когда выйдет твой новый альбом? Володя, Андрей, Светлана Николаевна. Мой новый альбом я уже начал писать. Первый трек, первый трек моего альбома... Не смейтесь. Это будет очень серьёзный альбом. Да, не надо смеяться, пожалуйста, охрана, ребята. Первый трек моего альбома, кстати, он будет называться «Долгожданный альбом». Первый трек я придумал во время оргазма. Он так и называется. Вот и всё. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Следующий трек Спасибо, спасибо Следующий трек я придумал во сне И я назвал его Сон об тебе Сон об тебе Сон об тебе Вот, третий трек, третий трек моего альбома Спасибо Спасибо, Вайшер Третий трек Вы знаете, он пришел как-то неожиданно Неожиданно я, как сейчас помню, что-то съел такое несвежее Написал я его в маленькой комнатке с кафелем А назвал этот трек Глина счастья АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНЬ-ДИНЬ 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 Свободно? И-то Добрый вечер, здравствуйте Здравствуйте Андрей Борисович Ну что, на этот раз? Нужда привела меня к вам Ну, для нужды, насколько я знаю, существует лифт Так что... Что вы ко мне-то пришли? Да нет, вы неправильно меня поняли По-прежнему не дают? Пока нет Вот так же по-прежнему остаетесь девственником? У меня стабильное состояние Да? Стабильность это хорошо Сегодня мы займемся... Знаете чем? Сегодня мы займемся танцами Ух ты! Да Здорово Танец является одним из главных способов обольщения девушки Это для меня Смотрите, например, самое простейшее, что удивляет даму Например, вот эта Она обычно... Обычно от этого Она в шоке Попробуйте Сейчас попробую Да Ай, дядя, вывекнул ключок Все ясно, все ясно Хорошо, попробуйте А если с ногами? Вот такое движение Самое простое Вот такое, легкое движение Вот такое движение Легкое Это нравится Попробуйте И... Андрей Борисович, скажите честно, вы пьете? В основном чайный гриб Чайный гриб? Да Вы давайте с грибами поосторожней Грибы до добра не доведут Ладно Начнем урок Румба Румба Вы слышали, что такое румба? Да-да, конечно, я слышу Румбу У меня бабушка связала Такой коричневый джемпер С таким румбой Зеленым Зеленым румбом? Коричневый джемпер? Да Давайте договоримся, что вы его Никогда не будете надевать Хорошо? А когда же мне его надевать? Придет время И на вас наденут ваши внуки У меня будут дети У вас будут сразу внуки Это неплохо Андрей Борисович Румба Румба это танец страсти Он такой медленный Ну, например, попробуем И Медленно Быстро-быстро-медленно 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 Попробуйте вы Как попало, как попало, как получится Как попало, как попало, как получится Как попало, как попало Ай, тетя Ой, спасибо вам большое Нам не надо, как попало, вы понимаете? Нам не надо, как получится. Нам надо медленно, быстро, быстро, медленно. Как попало? Не надо. Вы так будете девственником, понимаете? До 90 лет. Еще 90? Так. Я не выдержу. Нам нужна девушка, друзья. Девочки, поднимите руку те, кто умеет танцевать. Не стесняйтесь. А? Ну, она же танцевала. Знакомые лица. Смотрите, как дела? Как, нормально все? Отлично. А, такая классная. Предложите ей шампанское. Чего? Шампанское предложите. А будешь шампанское? Ну, давай. Она алкашка. С ума сошла? С ума сошла? АПЛОДИСМЕНТЫ Смотрите, надо танцевать. Ай, какая классная. Закрой глаза. Открой рот. Садись. А, ладно, шучу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы переносим наше занятие на следующий семестр Мы едем ко мне, едем ко мне греться А кто согреет меня? А вас, Андрей Борисович, согреет ваш коричневый джемпер с зелёным румбом Ваш на сегодня Ваш Атубироскоп Спасибо, друзья, спасибо Снято! Мы покажем Гариком Мартиросяном полуимпровизированный номер Ну вот Конец которого вы можете придумать сами Да, Гарик? Да, Саша Миниатюра называется «Битва экстрасенсов» Финал Под ваш аплодисмент Дамы и господа, финал Финал битвы экстрасенсов Вся страна в ожидании В напряжении Кто же тот самый сильный Самый интеллектуальный Самый телепатичный И самый экстрасенсорный у нас в стране Битва титанов Батл монстров Так мы называем финал битвы экстрасенсов И вот финал начинается Финал начинается И первым сюда выходит Владимир Грубовалов Грубовалов Владимир Грубовалов из Новосибирска Вы кто? Я Александр Черных Где Владимир Грубовалов? Не знаю и знать не хочу Я Александр Черных Просто Черных вы... Я уникален Я в девятом поколении Экстрасенс Вы один так считаете? Дайте мне шанс Я докажу, что я уникален Понимаете, зрители вас выкинули Еще в одной 164 финала Они были неправы Вы шарлатан Нет, они были неправы И что мне делать сейчас? Дайте мне шанс Дать вам шанс? Да! Хорошо, студия вам поаплодирует Да я вам дам шанс Александр Черных Если не ошибаюсь Вы из Волгограда Все правильно Я из Ростова Итак, дамы и господа Так и быть Последний шанс для вас Александр Да Дамы и господа Александр Черных Из Волгограда Отгадайте задание Которое должен был отгадать Первый финалист Александр, внимание Это фотография человека Первое задание Вы должны сказать Кто это? Пожалуйста Что вы можете сказать Об этом человеке? Это молодой человек Конкретнее Александр Его зовут Валерий Игнатенко Он студент Он студент Московского государства Можете не читать то, что под фотографией написано? Что вы можете сказать про этого человека по фотографии? Поехали Где он сейчас находится? Валера Валера находится в поле В поле Он находится сейчас в поле Рядом какое-то здание Какое здание? Здание Откуда я вижу? Слушайте, вы не смотрите на фотографию Просто скажите, где он находится Это по фотографии видно Что он в поле И рядом здание Сейчас я скажу вам Вы понимаете, что родственник Игнатенко сейчас в зале Вся острова замерла в ожидании Сейчас я скажу Наверное, ему грозит какая-то опасность Его уже 12 месяцев нет дома Я помогу, я помогу Я найду Валеру Я найду Валеру У вас есть его телефон? У вас есть телефон? Найду, найду Если бы у вас был его телефон Вы бы нам были не нужны У него нет телефона Человек не берет трубку Год уже Где Игнатенко? Давайте Где Игнатенко? Игнатенко я найду Я постараюсь Я свяжусь с ним С помощью спектрального диалога Какого диалога? А что я сейчас говорил? Спектрального? Вот Спектральный диалог Внимание Валера Валера, ты видишь меня? Валера Повернись Валера, привет Где ты, Валера? Где ты? Я в мытищах Где он, вы сказали? Валера, где ты? Скажи Я в мытищах Валера, ты в мытищах? Как в мытищах? Валера А что, ему может грозит опасность какая-то? Он в беде? Вообще Кто находится в мытищах Тому уже грозит опасность Как-то вяло разговариваете Что с вами? Валера Вообще Немножко потерял энергии Что с вами? Что с вами? Мне нужна помощь Мне нужно Что вам нужно? Скажите Редбул Редбул и коньяк И коньяк Хорошо Редбул можно не приносить Быстрее, быстрее Только коньяк Быстрее, быстрее Где коньяк? Пожалуйста, вот коньяк Скажите, что с Валерой? Хух, полегчало Сигарету, сигарету Быстрее, сигарету Сигарету Хорошо Так, Валера, Валера Валера, Валера Я постараюсь Постараюсь сейчас его, так сказать В себя, в себя, так сказать Вселить Что вам для этого надо? Что для этого надо? Мне нужен коньяк Быстрее, быстрее Нужен коньяк Еще быстрее коньяк О, да Вот хорошо Да, вот Я Валера Валера, вы меня слышите? Да Валера, где вы? Я в Матисе Черных был прав Вам грозит опасность? Да Что вам нужно, скажите Передайте через Черныха коньяк Вам нужен коньяк, Валера? Да Коньяк вас спасет Как же мы передадим вам коньяк? Дайте, Валерий, Валерий Вылетесь Пожалуйста, вот коньяк Что со мной было? Что со мной было? В вас вселился Валерий Игнатенко Валерий Игнатенко, все правильно, да? Он вселялся и что он говорит? Он сказал, я в мытищах, мне грозит опасность Так, что он еще говорил? Просил передать коньяк Так, просил передавать Так что вы стоите? Передавайте, давайте Передавайте быстрее Вот Ой, хорошо Хорошо Валеру мы найдем Валеру мы найдем Валеру будет в порядке Валеру найдем Обязательно Обязательно найдем Валеру. Александр, я хочу... Валеру мы найдем по-любому, я тебе говорю. Еще принесешь коньяк, и мы найдем. Кажется, я знаю, где находится Валера. Где? Отвезите меня в туалет. Я покажу вам, где Валера. Давайте, Александр, быстрее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не останавливайтесь, поскольку я приглашаю на сцену Гарика Мартиросяна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Импровизационный номер, в котором мы действительно... Мы действительно не знаем, чем он закончится. Причем еще нужен человек. Человек-девушка из зала. Да, но нужен еще один человек. Это будет полуимпровизированный номер. Если можно... Ну, любая девушка из зала, которая смелая, и не боится... Вот, кстати, очень симпатичная девушка, насколько я понимаю. Нет? Что значит, насколько я понимаю? Ну, я не вижу, она красивая или симпатичная. Да, она красивая. Конечно, конечно. Давайте поаплодируем, приглашаем вас на сцену. Помоги, а я пойду. А, значит, все очень просто. Мы сами не знаем, чем закончится все. Здрасте, да. У вас очень простая роль. Вы стоите вон там, где сидят ребята. И когда я скажу, Клава, подойдите, пожалуйста, вы подходите. Вы Клава, хорошо? Хорошо. Все, а потом я говорю, Клава, уходите, и вы уходите уже туда. Все, поехали. Ой, да что ж такое-то. Хорошо-то. Здрасте. Петров. Николай Игнатьевич? Да. Улица Льва Толстого, дом 22, квартира 136. Да, все правильно. Значит, по адресу. Вы ноутбук заказывали. Вы, наверное, ошиблись. Я не заказывал. Я 16 этажей тащу, он в лифт не влезает. Улица Льва Толстого, дом 22. Да, все правильно. Петров Николай Игнатьевич. Вы? Это я. Как вы не заказывали? Вот накладая. Ноутбук. Это че подпись? Да. Оплачено. Это че? Ну, это моя... 22 мая 1992 года. Подожди, 22 мая 1992 год, 1992 год. Моему сыну было 10 лет. Подождите, подождите, дайте вспомнить. Да, я, кажется, посылал ему, да, посылал по телеграфу, да, заказ, ноутбук. Просто дело в том, что заявочка затерялась, мы только нашли и привезли. Нашли и привезли. 2009 год на дворе. 2009 год на дворе, вы сумасшедший? Я не виноват, я всего лишь доставщик, понимаете? Вы заказывали, я и доставил. Где вы были 17 лет? Я не знаю, я не виноват. Вот накладная. Первый советский ноутбук. Производство Воронеж. Витязь 33С. С почему? Складной. Я-то в чем виноват? Вы, наверное, так смотрите, как будто я виноват. Ребенок тогда остался без ноутбука. Слушайте, у меня без разницы, без чего он остался. Витязь 33С. А 33 что это? Килограмм. А Витязь, что за название? Витязь, это аббревиатура. Имя, фамилия, отчество этого конструктора. Виктор Николаевич Зи. Витязь 33С. Смотрите, 21 век на дворе. Слушайте. 21 век, что это за ноутбук? Что это такое? Слушайте, вы мне в мозги не компостируете. Вы берете или не берете? Ну, не знаю, если я уплочено, то, наверное, возьму. Ну, вот и берите. Нормальный ноутбук, все есть. Ну, что хоть может вот эта штука? Он может все. Что здесь? Программы всякие, откуда я знаю? Программы? Какие программы? Какие программы? Я сейчас в газель скажу. Вот корзина есть. Можете программы туда скидывать. Вы в своем уме вообще? Флешка есть. Первая советская флешка. Это раритет. Ни одной не осталось. Да у меня есть флешка. Да посмотрите, как она красиво влазит туда. Дисковод. Ну, это сейчас новое, там потом расширится, он будет нормально входить. Мощный аппарат. Знаете память какая здесь? Какая? Девять. Терабайт? Фотографий. Девять. Если вы семь скачаете, еще куплет можно закачать сюда. Куплет. Что еще есть? Клавиатура. Клавиатура где? Клава нужна. Ну, клава. Есть клава. Клава, заходи. Юзер, бери клаву. Провожать не надо, беспроводная клава. Клаву я возьму. А ноутбук? Ну, ноутбук, я не знаю, но если уплочено, поставьте там в угол. Пусть, как массажное кресло, допустим. Слушайте, вы понимаете, у нас система такая. Если вы не берете ноутбук и берете только клаву, а вы не первый, кто берет клаву и не берет ноутбук. Это стоит отдельных денег. Сколько это стоит? Насколько хотите, чтобы клава осталась. У меня что-то в голову пришло два часа. Два часа? Два часа. Ну, два по... Четыре? Четыре тысячи рублей. Четыре тысячи? Ну, если на два. Ну, возьмите, вот, деньги. Все, проходите в квартиру, я сейчас поговорю с клавой. Если клава зависнет, там шампанского всего. Клава. Слушай, надо что-то новое придумывать. Походу, уже отказываются от ноутбука. Давай будем шифер доставлять. Ты будешь Клавдия Шифер. Клава, я жду тебя! Все, иди. Иди. Иди к Реве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова